Две организации выиграли тендер, организуемый РВК, это Центр стратегических разработок, Высшая школа экономики. Основная задача проекта МОФИСа – это сопровождение ряда ключевых проектов в области инновационного развития, но сегодня мы собрались по направлению деятельности проекта МОФИСа, связанного с поддержкой деятельности пилотных инновационных территориальных кластеров. Основная цель этого проекта – это, с одной стороны, обеспечить эффективное сопровождение деятельности кластеров и к стыковку с федеральными конспортными властями, нашими министерствами, другими министерствами, институтами развития и, соответственным образом, на эффективность построить систему планирования деятельности кластеров, мониторинга их работы, подготовки проектов. Чтобы эту работу систематизировать, мы предложили формат создания шести рабочих групп по основным направлениям деятельности кластеров, которые являются их основным функционалом. Это вопрос, связанный с привлечением инвестиций, вопрос, связанный с подготовкой кадров, вопрос, связанный с управлением кластеров, развитием инновационной инфраструктуры, коммерциализацией технологий. Вот эти шесть рабочих групп, они сегодня, как бы сегодня первый старт их работы, мы предложили построить работу следующим образом. Значит, у нас две сессии. Первая сессия, вот сейчас с 10 до 12.30 по направлениям, связанных с повышением эффективности управления кластером, практикой привлечения инвестиций и подготовки кадров. И, соответственно, блок, связанный с развитием объектов инновационной инфраструктуры, коммерциализацией технологий поддержки экспорта. Это второй блок, он начнется у нас полвторого дня. Значит, мы предлагаем следующим образом построить систему. Значит, мы пригласили выступить достаточно большое количество стих-холдеров, это представители институтов развития, представители профильных министерств, экспертов, которые могут выступить с некоторым зачином, связанным с теми приоритетными инструментами поддержки соответствующих направлений деятельности кластеров или организаций, входящих в состав кластеров, в соответствующую тематике этих направлений. И дальше мы предполагаем предоставить слово тех коллег, которых мы, министерство, сообщавшись, выдвинули в руководителя рабочих групп, которые будут координировать деятельность рабочих групп состоящих из представителей кластеров, субъектов Российской Федерации и организаций количества в кластерах. Предполагаю, что эти рабочие группы будут решать три основные задачи. Первая задача – это выявление и распространение лучшей практики. Соответственно, здесь речь идет о том, чтобы те эффективные решения, которые реализуются в отдельных кластерах, масштабировать до максимального количества регионов, в которых эти кластеры есть, чтобы самая лучшая практика не пропадала, а наоборот был наложен эффективный взаимообмен. И необходимо, чтобы эта работа была системной. Вот это одна из первых направлений рабочих групп. Второе направление деятельности рабочих групп – это инициирование совместных проектов. Тех проектов, которые предполагаются, что будут реализовываться силами нескольких кластеров, может быть, многих, может быть, нескольких. Например, разные кластеры делают свои порталы. И все время появляется решение, давайте сделаем некую единую модель портала, максимально функциональную, которая была бы самой проработанной. И тогда можно одно решение дорабатывать, совершенствовать, а не надо иметь 26 версий шины разного правилного обеспечения и так далее. Это могут быть совместные бизнес-миссии. Например, не просто как отдельный регион приезжает с визитом в зарубежную страну, а, например, объединенный каким-то тематическим направлением. Нефтехимические кластеры, космические кластеры, биофармацевтические кластеры и так далее. Это может быть работа, связанная с формированием специализированных образовательных программ, программ дополнительного образования, повышения квалификации. То, что, опять же, не просто куда-то прийти и готовую программу воспользоваться, а специально под потребности кластера такого рода программы сформировать. И это тоже очень непростая задача, которая, ну вот, она может быть поставлена и решена, если будет сформировано общее видение. Соответственно, вопрос, связанный с координацией использования инновационной инновационной инфраструктуры. Например, ну, один из основных статей расходов по поддержке кластеров, это закупка инфраструктур для инженерных центров, центров коллективного пользования и оборудования. Соответственно, есть возможность и скоординироваться с точки зрения закупок, для того, чтобы там, где позволяет расстояние перебрасывать участников кластеров к соответствующим центрам коллективного пользования, закупать оборудование, которое является уникальным и наиболее востребованным, дефицитным и так далее. Соответственно, вот это открытый, безусловно, перечень, я привел уже только самые очевидные примеры, которые есть, и хотелось бы, чтобы в рамках рабочей группы эти проекты были сформированы, а мы, со своей стороны, бы их поддержали, там где-то необходимо, привлекая наши ресурсы, ресурсы институтов развития, там, где соответствующие проекты совпадают с их мандатом. Конец третьего направления, связанное с обеспечением эффективно-совершенствованной нормативной базы и механизмов поддержки инновационной деятельности и вообще деятельности кластеров. То есть, с одной стороны, это некоторая обратная связь между кластерами и, соответственно, органами власти, например, административные барьеры, которые наиболее затратны, наиболее рискованны, наиболее болезненны для кластеров. Соответственно, мы можем инициировать рассмотрение вопроса, не сорвать совещание с представителями соответствующих министерств, ведомств, инициировать изменения в нормативную правовую базу. Другой пример. Есть какие-то практики предоставления поддержки тем или иным, там, объектом национальной инфраструктуре. Часто говоря, что, вы знаете, порушен инструмент, ну вот, ему там-то, там-то, и там-то не хватает гибкости, приходится как-то изворачиваться, теряется эффективность, усложняются вопросы привлечения, там, небюджетных инвестиций и так далее. Было бы неплохо поменять. Вот мы могли бы комплексно к этому вопросу подойти и также системно обеспечить корректировку соответствующих инструментов поддержки. При необходимости инициировать создание новых, учитывая приоритизацию, которая на практике у нас реализуется. Это вот третье направление, которое мы бы хотели получить на выходе деятельности рабочих групп. Соответственно, то, что касается вопросов организации работы. Значит, мы провели подготовительную работу с коллегами из проекта офиса, и всем вам розданы вот такие краткие описания деятельности соответствующих рабочих групп, где упомянуты ключевые направления работы, те специалисты из кластеров, которые уже заявили свое участие в этих рабочих группах. И, наконец, третье – это информация о внешних экспертах, которые мы бы хотели привлекать к деятельности рабочих групп, из министерств, институтов развития и так далее. Это, безусловно, открытый перечень. Мы уверены, что по многим рабочим группам они будут дополняться, особенно в части представителей кластеров, потому что в идеале от каждого кластера хотя бы один представитель или специализированная организация кластера, или органы бесплатной власти, субъекты федерации, или каких-то наиболее активных участников кластера, числа организаций, должны все-таки войти, как минимум, один человек в каждую рабочую группу, потому что все эти вопросы, они, на мой взгляд, практически актуальны для всех направлений деятельности кластеров. Значит, безусловно, мы будем максимально тесно консультироваться с представителями рабочих групп по вопросам, связанным с механизмами поддержки кластеров, которые реализуют наше министерство. Это касается вопросов отчетности, начиная от критериев отбора, механизмов предоставления субсидий. Думаю, что в этом году мы постараемся эту базу не менять, по крайней мере, то, что касается механизмов предоставления субсидий. Но в следующем году мы вполне можем при необходимости какие-то направления скорректировать. Еще одно направление, о котором я бы хотел сказать, это практическая организация работы и деятельности рабочей группы. Значит, планируется, что у нас будет возможность как очных, так и заочных, так сказать, совещаний. Очные совещания – это достаточно понятный формат. У нас есть достаточно большое количество инновационных форумов, которые проводят с такой завидной периодичностью. Вот мы такой график разослали. И мы вполне можем помочь встроить либо повестку заседания той или иной рабочей группы в программу того или иного форума, либо, в крайнем случае, провести совещание на полях, что называется, форума, может быть, в другом помещении, в помещении университетов, в помещении специализированной организации кластеров и так далее. Это абсолютно реалистичная возможность, и это очень хороший повод максимально насытить вот эти встречи на форумах по такой деловой программе. При этом, безусловно, речь также идет о возможности, там, в осуществлении визитов, поскольку, как правило, форумы проходят в инновационно-активных регионах, где, как минимум, есть один инновационный кластер, и как раз хороший повод, чтобы в рамках визита на форум реализовать поездку на конкретные организации кластеров, посмотреть, как это работает, прямо в глаза увидеть лучшую практику. Я думаю, что мы обязательно будем встраивать практически в каждый форум такого рода мероприятия и такие очень практические совещания. С другой стороны, хорошая возможность, где это необходимо, можно дистанционно в режиме вебинара также проводить совещание. Это абсолютно нормальная практика. Уверен, что также она будет эффективно реализовываться. Соответственно, по плану работ, значит, здесь большая нагрузка ляжет на руководителя рабочей группы. Они выступают с такого рода лидерами, инициаторами, закоперщиками всей этой работы. И мы, впервые, на них ориентируемся с точки зрения планов, на каком конкретно форуме поставить совещание рабочей группы, и чтобы эта работа была системной. Мы ожидаем, что по результатам нашего сегодняшнего заседания какие-то уже сейчас будут проговорены приоритетные направления, которые отражены в бумаге, а приоритетные шаги, которые необходимы для реализации этих направлений. И, соответственно, в течение недели после нашего сегодняшнего совещания, до майских праздников, я думаю, уже первая версия такого плана работы группы на ближайшие три месяца может быть подготовлена. Из тех форумов, которые носят явно такую кластерную окраску, я могу назвать, ну, вот будет новый первый форум в Санкт-Петербурге в 12 мая, будет форум в 20-х числах мая в Нижнекамске, там, в Нижнекамске, в Татарстане специализированный именно кластерный форум, и, наконец, в начале июля будет кластерный форум специализированный в Самаре. Вот, я думаю, это вот три клавишевых форума, на которых мы вот такую встречу будем проводить, с максимальным количеством двух плюс. Отдельно из крупных форумов это Иннопром в Екатеринбурге, это Технопром в Новосибирске, Новос в Томске. В общем, у нас очень много есть поводов для такого активного взаимодействия. Теперь то, что касается вопросов, связанных с организацией работ по мониторингу деятельности рабочих групп, что мы ожидаем, как бы, на выходе. Да, мы, все-таки, будет, даже проект Новосибирск здесь будет помогать в формировании протоколов заседания рабочих групп, в отслеживании тех планов. Потому что мы, конечно, хотим, чтобы эти планы были практикоориентированы, и по каждому из направлений можно сформировать последственных шагов. Например, первый этап, первый месяц, это выявление ключевых задач, которые стоят перед соответствующей рабочей группой. Дальше определение ответственных, кто тот или иной вопрос будет прорабатывать. И дальше, соответственно, подготовка этих решений. Будет выявление лучших практик, тогда кто-то, соответственно, идет сбор информации о лучших кейсах. Или вопрос, скажем, по административным барьерам. Тогда идет наработка вопросов, сказанных с проблемом таможенного администрирования или администрирования льгот по финансированию исследований и разработок, или еще каким-то вопросом. И тогда уже в рамках такой плановой работы определяются сроки, внутри рабочей группы определяются ответственные исполнители. А когда этот, так сказать, срок наступает, уже появляется соответствующий набор документов, либо, значит, распространяется внутри рабочей группы, обсуждается, выносится на общее обсуждение. Если это касается каких-то вопросов, связанных с совершенствованием нормативной базы или корректировки механизмов государственной поддержки, мы готовы, по мере готовности этих материалов, проводить совещания в министерстве и эту работу делать. Поэтому, ну, фактически, эти планы можно назвать такой роду дорожной картой. Вообще, в целом, вот эта вот идея с рабочими группами можно сравнить вот с той работой, которую проводила Агент стратегических инициатив, Национальная предпринимательская инициатива, сейчас Национальная технологическая инициатива, очень многим знаком с опором на как раз рабочие группы, которые формируются из практиков тех, кто наиболее заинтересован в этой работе. И, соответственно, эти рабочие группы формируют дорожные карты. Вот, в принципе, вот если максимально обобщить видение рабочих групп, то это приблизительно вот такой же механизм. Очень предметные работы, направленные на достижение конкретных результатов по направлениям, связанным с деятельностью рабочих. Вот приблизительно так, если вот резюмировать, видится наша работа. Теперь очень коротко по тем трем направлениям, которые у нас есть в рамках нашей первой сессии сегодня. По вопросам, связанным с повышением эффективности управления классами. Значит, здесь вот несколько вопросов, которые вчера мы в рамках подготовки нашего освещения прорабатывали. Значит, здесь я бы хотел выделить вопросы, связанные с профессионализацией деятельности управляющих организаций кластера. Вот здесь речь идет о том, чтобы они не воспринимались как просто дотационная организация, которая получает субсидии за счет средств регионального бюджета, федерального бюджета, и существует только пока есть это финансирование. Должно постепенно расширять долю софинансирования за счет членских взносов, за счет вопросов, связанных с оказанием платных услуг участникам кластера. Безусловно, часть этой функции может продолжать субсидироваться за счет общих взносов, но, тем не менее, должна быть постепенно идти такая профессионализация и переход к сервисной модели в интересах участников кластеров. Соответственно, второе направление связано с расширением количества участников кластеров. Не секрет, у нас есть кластеры, где у нас сотни участников, это соответствует мировой практике. Есть кластеры, которые весьма ограничены, и соучастников может ограничиться парой десятков, например. Понятно, что надо расширять количество участников кластеров, что это была не просто такая короткая производственная цепочка, а действительно такое максимально интегрированное, широкое сообщество взаимосвязанных организаций. Здесь тоже одно из направлений, кстати говоря, членский взнос, это один из стимулов, мотивирующих проведущих организаций для того, чтобы это мероприятие развивать направление максимально активно. Соответственно, дальше еще одно направление, это профессионализация проектной деятельности управляющих компаний, кластеров, тоже как некоторый стратегический вопрос управления. И здесь один из подходов связан с тем, что Минфин продвигает формат комплексных инвестиционных проектов, Кипры так называемые, которые позволяют максимально формально описать деятельность кластера по реализации инвестиционных проектов, то, что является одним из таких наиболее значимых форм деятельности кластеров, это тоже некие подходы по администратическому планированию. Соответственно, то, что касается отчетности кластеров, это здесь мы тоже будем продвигать, это вопросы, которые связаны с вопросами обеспечения отчетности не просто по получению субсидий, что да, вот средства освоены, оборудование поставлено, там даже запущено в использовании, в эксплуатацию, а все-таки отчет связан целиком с реализацией программы развития кластеров. Насколько удается в том числе благодаря субсидиям, инвестициям, темным инструментам решить поставленные задачи, обеспечить развитие производственных цепочек, обеспечить эффективную коммунизацию технологий и создание инновационной экосистемы стартапов и так далее. И, соответственно, должен быть периодический пересмотр, насколько те действия, которые реализуются, действительно позволяют решать задачи развития кластеров, и насколько получается нам возможным обеспечить достижение задач. Или нам надо что-то корректировать в практике нашей работы. Это вот такое большое блокное направление, которое мы бы хотели, чтобы он в рамках рабочей группы по управлению кластеров решался. То есть тут и вопросы деятельности специализированной организации кластеров, вопросы деятельности разработки, актуализации стратегии, вопросы отчетности, вопросы целевых показателей, их дезагрегирования, нужен избыток, нужно четко отслеживание и так далее. Здесь, соответственно, лучшие практики, которые с этим связаны. Вторая группа связана с вопросами, практикой привлечения инвестиций. Это очень многосторонний также блок, я не буду пересказывать о направлении, которые есть, но отмечу ключевые. Во-первых, это инструменты, связанные с вопросами инвестклимата. Это понятное направление, у нас есть, опять же, агентства стратегических инициатив, рейтинг инвестклимата и так далее, но понятно, что эта работа также должна быть интегрирована в рамках деятельности кластера, если должно быть установлено максимально плотное взаимодействие между специализированной организацией кластеров и теми организаций, которые отвечают за улучшение инвестиционного климата, с тем, чтобы те проблемы, которые возникают в рамках кластера, решались с помощью тех организационных структур, которые в регионе существуют в этом направлении. Второе направление связано с планированием развития инфраструктуры. Здесь есть ряд инструментов, начиная от инструментов, связанных с государственным частным партнерством, с прямыми бюджетными инвестициями, интересный механизм ТИФ возврата за счет налоговых поступлений инвестиций частных инвесторов в объекты физической инфраструктуры, привлечение средств специализированных институтов развития, так как фонд РЖС, например, АИЖК, или формирование региональных институтов развития. Тоже это понятно, что это, может быть, не основной направлении деятельности кластеров, но кластеры должны владеть этим инструментарием, понимать, как это сопрягается с его деятельностью там, где эти направления непосредственно обеспечивают его эффективное развитие. Соответственно, третье направление, может быть, наиболее интересное, связано с развитием системы поставщиков кластеров, развитием их субконтрактации, встраивание в цепочке добавленной стоимости крупных российских компаний, и, собственно говоря, многие кластеры, аэрокосмические кластеры, кластеры судостроения, кластеры, связанные с машиностроительными различными компетенциями, они построены на этой системе. И здесь, опять же, есть хорошая, действительно, кластерная тема, развитие системы поставщиков. Это взаимодействие с нашими крупными компаниями, в том числе в рамках реализации права инвестиционного развития, формирования эффективной системы, увязки с инструментами поддержки малого бизнеса, такие как центр сертификации, соответственно, сфинансирование этих расходов, сфинансирование расходов, связанных с центрами, которые промпарки обеспечивают локализацию комплектующих. И здесь, в общем, тоже достаточно комплексные задачи, которые необходимо решить в этом направлении. Опять же, вопросы взаимодействия с определенными профессиональными категориями инвесторов, такие как Российский фонд прямых инвестиций, такие как крупные банки, например, с государственным участием, и так далее, это тоже вот специфика деятельности в этом направлении. Еще одно направление – это наши специализированные инструменты развития, такие как особые экономические зоны, такие как торы, такие как особенные специфики развития сажитых административно-территориальных образований. То есть, это развитие моногородов. По каждому из них есть свой инструментарий, по некоторым из них кластеры могут претендовать. Например, вопрос создания особой экономической зоны на территории кластера, или вопрос, связанный вот с территориями преимущества развития. В общем, это те, особенно актуальны для ЗАТО. В общем, это те актуальные вещи, которые, опять же, имеют свой алгоритм решения. Наше министерство сейчас отвечает в полном объеме за эти блоки вопросов. Это тоже та лучшая практика, которая может распространяться, а не просто вот как создать зоны, как и эффективно управлять. Вот у нас, например, Нижний Камск, особая экономическая зона Алабуга, она входит в 40 ведущих из 600 особо-экономических зон мира. Или, например, Липецкая область также вышла два года назад в число одних из лидеров по крупным особо-экономическим зонам среди стран Европы. То есть, там действительно есть, в чему учиться у наших уже коллег, и это вполне может быть эффективным решением, которое мы хотим поставить. Еще одно направление, еще один приоритет, связанный с деятельностью кластеров, это проект, который наше министерство инициировало по поддержке кластеров-лидеров. Как мы это видим, на мой взгляд, вот работа в рамках наших рабочих групп может очень способствовать эффективной реализации этого проекта. Этот проект связан с тем, чтобы попробовать на всех стимулировать перейти на новый уровень качества развития. Вот я приведу некую аналогию, есть программа Минобра университета 5.100. Уже при ранее реализованной программе поддержки исследовательских университетов, федеральных университетов был запущен проект, который должен был подтянуть университеты к мировым лидерам по многим-многим-многим критериям. И мы хотим сделать так, чтобы мы сделали еще один шаг, стимулируя наши кластеры, в первую очередь наши пилотные 26, я думаю, скоро будет 27 пилотных кластеров, к следующему шагу на своем развитии выхода на уровень мировых лидеров. Как мы это видим? Первый блок вопросов связан с получением, обеспечением эффективности управления кластеров, о чем, как мы говорили, это как раз предмет рабочей группы. Потому что в разные, скажем, есть уровни компетенции специализированных организаций, где-то очень сильные менеджеры, а где-то те, кого удалось найти на относительно скромную зарплату. И особого конкурса не было, и если провал в управлении специализированной лицей кластеров, это сразу негативно влияет на общее развитие класса, всех мероприятий, которые реализуются. Соответственно, второе было эффективность объектов инновационной инфраструктуры. Да, мы профинансировали инженерный центр, насколько эффективно он работает. Действительно ли он решает те задачи, которые призваны. И одна из задач – это обеспечение качества деятельности объектов инновационной инфраструктуры, региональных институтов развития до, опять же, мирового уровня эффективности их деятельности. Это тоже такая проектная задача, которая может решаться. Соответственно, как мы планируем, что будет объявлен еще один наш внутренний конкурс на право получения этого статуса, который должен дополнительно мотивировать и основные якорных участников кластера, и представителей органов сплата, и лазерный субъект, и федерации, для того, чтобы продумать, как сделать еще один следующий шаг вперед на пути эффективного управления. Здесь мы будем всячески помогать, и мы, как министерство, и привлекаем именно Министерство развития, и, я думаю, и сами участники кластеров будут обменены лучшими практиками, как двигаться в этом управлении. Вот примеры с особой экономической зоны я привел, которым действительно, в общем, фактически входим в число лидеров. Вот также есть там, например, очень успешный бизнес-инкубатор ЭТМО по, так сказать, инновационному предпринимательству. Есть ряд тоже успешных примеров, которые мы можем тиражировать, и вот, собирая эффективные программы доп. образования, эффективные программы профессионального образования, подтягивать вот наш в целом вот эту вот общую систему развития кластеров до мирового уровня. Это один из возможных приоритетных таких шагов, просто чтобы посмотреть, а как же зарубежные кластеры лидера работают. Не просто поездка для установления контактов, а именно для изучения, как организована работа кластера, там, входящего в число лидеров. Ну, вот пример, вот, недавно была с поездкой в Нидерланды, а там базируется на базе Мастерихта, а, значит, крупнейший нефтехимический кластер, там, якорная компания, там, ДСМ. Действительно, очень мощные и лаборатории, и предприятия, и мощные по масштабам. Вот, я думаю, могли бы тоже отобрать ключевые кластеры лидеры в мире, тоже организовать для регионов, которые претендуют на участие в этой работе, такие бизнес-миссии мы, с моей стороны, готовы сопроводить для того, чтобы, опять же, получить прямой доступ к лучшим практикам, как это на самом деле работает, как это организовано, как эта работа поставлена. Поэтому, вот, с этой точки зрения, у нас есть очень тоже хорошая перспектива для такой вот мотивации, не к тому, чтобы мы из года в год, получая, там, субсидию, продолжали делать то же самое, для того, чтобы нам всем вместе сделать, как бы, следующий шаг в качестве нашей работы. Ну, и, значит, обрисовывая третью рабочую группу, которая будет сегодня в нашей секции рассматриваться, это программа рабочей группы о подготовке кадров. Значит, здесь у нас много направлений, начиная от совершенственной системы вузовского образования, здесь есть интересный пример Пермского края, где, вернее, интересные примеры связаны с взаимодействием бизнеса и университетов, есть примеры, связанные с дуальным образованием в рамках профессионального образования в техникумах, лицеях и так далее, с участием бизнеса, программа WorldSkills, в защитной степени направленного повышения качества, здесь будет много контактов, программы, связанные с стимулированием дополнительного образования детей, то, что в национальной технологической инициативе называется Куршковое движение, вот эти вот блоки вопросов мы также хотели бы подробно здесь рассмотреть. Значит, теперь, как бы, я бы хотел, ну, вот, как предлагается построить нашу работу по этой секции. Значит, сначала дать слово стекхолдерам, представителей, значит, нашего министерства, представителей институтов развития по тем инструментам, которые есть в рамках развития наших кластеров. Затем, это где-то половина нашей сессии, затем мы дадим слово последовательно руководителям каждой из рабочих групп с их видением уже практических приоритетов с точки зрения мероприятий, и после выступления каждого из руководителей будет такое короткое обсуждение, дискуссия внутри нашего обсуждения, что коллеги хотят включить число приоритетов, включить число практических шагов. И вот так мы пройдем все три рабочей группы и договоримся о последующем формате работы, что будет, руководители рабочей группы будут принимать предложения по доработке этих планов, и дальше мы, соответственным образом, начинаем их реализовывать уже непосредственно с мая текущего года. Поэтому давайте я сейчас попробую начать тогда давать слово представителям наших министерств и институтов развития. Нам первым хочу предоставить слово Елене Светлановичу Гуевской, директору департамента, который у нас отвечает за вопрос стратегического планирования и субъекта Российской Федерации. Может быть, если вам коротко, мы действительно хотим максимально лаконично это сделать, но вот те приоритеты, которые вы видите по интеграции программ развития кластеров с программой развития территорий, с теми территориальным развития, вообще вот приоритетами, которые у нас сейчас устанавливаются. Спасибо, Артем Евгеньевич. Уважаемые коллеги, я затрону вопросы, которые уже Артем Евгеньевич называл в своем выступлении, но сконцентрируюсь именно в территориальном разрезе развития кластеров и, может быть, из всего блока стратегического планирования более подробно о документах территориального планирования, поскольку, как вы знаете, с 1 января 2014 года вступили в действие ограничения градостроительного кодекса, когда без документов территориального планирования нельзя предоставлять и резервировать земельные участки для государственных, муниципальных нужд, это как раз та самая инфраструктура, которая нам необходимо переводить земли из одной категории в другую, разрабатывать документацию по планировке территорий и без ПЗЗ получать разрешение на строительство. То есть довольно существенное ограничение. При этом практически все документы территориального планирования, можно сказать, что процентов 98 в стране на сегодня подготовлены и утверждены, и ими надо пользоваться. На самом деле это живые документы, они могут претерпевать изменения, изменения связанные с тем, что, может быть, что-то было не учтено на первых этапах планирования, но это именно те самые документы, которые планируют непосредственно все объекты инфраструктурного обеспечения. У нас в стране это обеспечение распределено на трех уровней полномочий, федеральный, региональный и муниципальный. Так вот, все схемы Российской Федерации у нас сегодня утверждены в области энергетики, транспорта, в том числе трубопроводного здравоохранения, высшего образования, обороны страны, безопасности государства. Все утвержденные документы, точно так же утверждены все схемы субъектов Российской Федерации, в большом количестве генеральные планы муниципальных образований на уровне городских округов и поселений. Все документы территориального планирования живут у нас в одном информационном пространстве, называется оно ВГИС-ТП, Федеральная государственная информационная система территориального планирования, которая создана в том числе для того, чтобы знакомить и представителей бизнеса, населения и органов власти с тем, что же планируется в области инфраструктуры. Понимать это нужно для того, чтобы понимать развитие своих территорий, в частности территориальных кластеров, и видеть те необходимые для вашего развития инфраструктуры, которые запланировало как государство, так и муниципальное образование. На сегодня в интернете открыты два варианта Федеральной информационной системы. Система у нас прошла работу по корректировке, и с сентября будет запущена ее вторая на сегодня проектная версия. Система станет гораздо удобнее для пользования, и я прошу обратить внимание, что для того, чтобы посмотреть свою эффективную территориальную локализацию своего кластера, возможность его дальнейшего развития, пользоваться этим инструментом. Это из вопросов тактических. Если говорить далее о вопросах стратегических, то мы могли бы предложить нашим блокам следующие точки соприкосновения или вопросы взаимодействия, которые, возможно, пошли бы на пользу развития территориальным инновационным кластерам. В частности, в антикризисном плане правительства 105-м пунктом определена подготовка дорожной карты по развитию городских агломераций. Мы в свое время проводили такую аналитику, и картографически сравнив, поняли, что практически все инновационные кластеры тяготеют к агломерационным центрам развития, поскольку инновации, естественно, и формируются в крупных городах. И у нас вопрос пока на совместную дальнейшую работу. Может быть, стоит в дорожной карте, которую правительство должно утвердить и опробировать на первом этапе в этом году, предусмотреть некие мероприятия и для поддержки инновационных территориальных кластеров. Каким образом это могло бы выглядеть? На сегодня мы обсуждаем, что же такое агломерационные проекты, то есть те крупные проекты, которые оказывают влияние, если переводить это на сухой язык, экономики, оказывают влияние на социально-экономическое развитие более чем одного муниципального образования, на агломерацию, по сути дела, на занятость в этой агломерации, на развитие ее экономических показателей. В общем, там развитие меряется многими показателями. Вот если инновационный кластер может классифицироваться как такой агломерационный проект, то мы могли бы рассматривать его еще и в системе развития агломерации, понимая, как лучше управлять этим проектом, какую именно институциональную помощь нам стоит заложить в корректировке нормативно-правых актов и действующего законодательства, не только градостроительного, в целях развития кластеров. Это второй как бы блок. Ну и третий блок совсем сложный стратегически, это касается реализации 172-го федерального закона, на основании которого мы практически должны выстроить новую систему стратегического планирования в стране. И я бы для начала поговорила о самом главном для нас документе в региональном блоке, это стратегия пространственного развития Российской Федерации, которая в своем составе должна иметь предложение по совершенствованию системы расселения и определению приоритетов размещения производительных сил. Такой вопрос задам практически. С точки зрения практического эффекта для привлечения инвесторов или для планирования инвестиций в средства федерального бюджета, инфраструктурных и так далее, что бы вы, может быть, посоветовали бы с этой практической точки зрения, что включение в тельные документы, что оно позволит регионам достичь? Ну, я бы все-таки посоветовала в документах территориального планирования кластеры видеть. И видеть, соответственно, тогда планировать их инфраструктуру, потому что так же, как энергетическая инфраструктура и транспортная, она может быть от типа кластера разных уровней. Сможем ли мы через включение в региональные схемы территориального планирования, в документы пространственного развития, стимулировать принятие решений федеральных министерств, скажем, Минтранс, Минэнерго, которые отвечают за развитие инфраструктуры, чтобы соответствующие инвестиции, сферами бюджета приоритизировались с учетом вот этих вот корректированных кластеров, этих документов? Особенно, если по крупному заходу, то у нас заложена такая концепция именно в стратегию пространственного развития России, которая может являться основанием для корректировки федеральных схем территориального планирования инфраструктурных, отраслевых стратегий она может являться, и для всех документов субъектового уровня, начиная от стратегии, заканчивая также документами территориального планирования. И поэтому, если мы, например, в составе схемы в разделе «Приоритеты размещения производительных сил» предусмотрим карту отдельную по сети кластеров, то при сравнительном анализе мы можем в том числе и подготовить предложение по корректировке инфраструктурных документов. Естественно, и корректировка приведет и к корректировке государственных программ. Хорошо. Я думаю, вот такую работу с руководителями рабочей группы по привлечению инвестиций и те рабочие группы, которые занимаются управлением кластеров, мы обеспечим контакт с нашим профильным департаментом для того, чтобы вот эти инструментарии освоить. Я думаю, кроме того, что это будет влиять в конечном счете на федеральные инвестиции, это может влиять еще и на паритизацию региональных инвестиций, так, где можно будет правильно, грамотно сформулировать эффект влияния кластеров на региональную экономику, и когда идет соотнесение технических конкурирующих по-хорошему проектов развития территории, вот это вот позволит грамотно обосновать, почему именно там проекты внутри кластера, они могут действительно быть грамотно обоснованы в качестве приоритетного для развития территории. Спасибо вам большое. Я еще хотел добавить, Артем Ильич, что если говорить о региональных документах, то мы заканчиваем работу на метод рекомендациями по региональным стратегиям, на самом деле там очень важно и включение темы по кластерам, если какие-то есть предложения, которые тоже взаимодействуют. Я думаю, вот можем попросить коллег, которые занимаются рабочей группой по управлению кластерами и по привлечению инвестиций, вот этот тоже блок отработать, чтобы мы действительно могли, во-первых, получить правильные рекомендации, как это отражать, и соответственно обеспечить достойное место кластерам в системе стратегического планирования развития регионов. Я думаю, это будет очень обоснованный проект. И при необходимости включайте нас в рабочие группы, готовы более предметно показать уже с учетом презентации, подключением в ГИСТП, как это все работает. — Огромное спасибо. И тогда мы просто по электронной почте вверх разошлем ссылки на вот те информационные ресурсы, которые вы говорите, и, соответственно, дальше будем с вами работать. Огромное спасибо. Додвигаемся дальше. Значит, хочу произвести слово Сергея Николаевича Охременко, представляющего Департамент инвестиционной политики и развития в частности второстного партнера в ступенковом развитии. Пожалуйста, Сергей Николаевич. — Здравствуйте, меня зовут Охременко Сергей, я представляю Департамент инвестиционной политики МИНЭКО. И я расскажу вам в целом про ту инвестиционную политику, которая реализуется на федеральном уровне. Но хотел бы начать с цифр, где мы сейчас находимся по объему инвестиций. Вот что касается инвестиций в основной капитал, то мы видим значительный рост. Вот в частности в 2009 году составил около 8 триллионов рублей, а в 2015 году инвестиции увеличились почти до 15 триллионов. Что касается прямых иностранных инвестиций... — Сергей Николаевич, я прошу прощения сразу. Вот сейчас не про статистику говорим, говорим про инструменты поддержки. Я просто знаю, что Ваш департамент очень ряд направлений реализует, и он является главным даже не только в Министерстве, но и в правительстве по государственному частному партнеру со всеми методологии в этой сфере. И, с другой стороны, является одним окном для взаимодействия с иностранными инвесторами, как консультативный совет по иностранному инвестиции, ну и ряд других вот такого рода форматных документов. Если нужно, вот такого практика ориентированного, что бы мог быть полезен наш департамент Ваш, ТД-13 в этой части, и, соответственно, какие инструменты Вы могли бы предложить регионам взять на вооружение? — Да, но насчет инструментов по привлечению инвестиций, ну, первое, что это нужно сказать, уже об этом говорили, это улучшение условий ведения бизнеса. Наш департамент активно этими вопросами занимается. Первое, над чем мы работаем, это рейтинг-дивидный бизнес. Мы знаем, что мы заняли 51 место в прошлом году. За счет чего у нас это получается? За счет реализации так называемых дорожных карт, которые мы делаем в совместной оси по 11 направлениям. Это касается блока работы создания условий. Как мы работаем непосредственно с инвесторами? Какие у нас созданы инструменты по работе с иностранными инвесторами, в частности? Ну, во-первых, наш департамент координирует работу на так называемый посетативный совет по иностранным инвестициям, куда входят уже 54 крупных иностранных инвесторов, такие как «Сименс», «Марс», «Кока-Кола» и все остальные. Это первое. Мы постоянно с компаниями встречаемся, у них организованы рабочие группы, они в рамках действий рабочих групп вырабатывают предложение по улучшению условий ведения бизнеса, выносят это на исполком КСИ, которого заглавляет министр. И каждый год член КСИ встречается с председателем правительства, где поднимают наиболее важные вопросы. Корректировать, если позволить, значит, еще один такой все-таки вопрос, уточняющий, да, вот, что, мне кажется, интересует коллег. Вот есть ли, может быть, форматы, а презентации региональных проектов для привлечения иностранных инвесторов, да, уже установленный паспорт проектов или какие-то, вот, формат, понятный для зарубежных контрагентов по описанию, там, инвестиционных преимуществ региона, может быть, есть какая-то инфраструктура поддержки, я помню, была ассоциация агентств по привлечению инвестиций. Вот с точки зрения вот такого рода форматов, можете вас спросить прокомментировать? Да, что касается ассоциации агентств по привлечению инвестиций, да, мы знаем, что в рамках деятельности стандарта СИА почти во всех субъектах Российской Федерации были созданы агентства по привлечению инвестиций. Нет только около, где-то в семи регионах, где функции этих агентств выполняют отдельное структурное подразделение Министерства Елены. Сейчас мы в Минеке формируем рабочую группу по координации деятельности этих агентств. Для чего? Для того, чтобы дать возможность региональным агентствам выходить на федеральный уровень и напрямую общаться с Федеральным институтом развития с министерствами и ведомствами. Что касается презентации, да, мы есть такой механизм, как где-то 62, больше 60 регионов России заключили с Министерством соглашение о сотрудничестве по внестратоминской деятельности. Это в рамках, как называемого, нового облика торгового представительства. Там механизм идет какой? Регионов делают паспорт менеджерного проекта, он утверждается министром, и после этого утверждения направляется в торговое представительство, где торг-пред начинает работать с этим проектом, продвигать его на своих площадках, организовать бизнес-миссии, показывать инвесторам, организовать бизнес-миссии здесь, в регионах. Но вот что касается интереса самих кластеров и как мы работаем, я вот хочу рассказать про ту работу, которую мы делаем совместно к СИИ. Может быть, она будет вам полезна в этом учтете в своей деятельности. Мы вывели... Все компании у нас разбиты по секторам экономики. Мы проанализировали пищевой сектор. Там в пищевом секторе у нас задействовано 8 крупных компаний. И компания нам жалуется, что да, мы локализовали здесь производство, да, у нас есть несколько заводов, но у нас проблема в поисках поставщиков, комплектующих и материалов для производства конечной продукции. Мы проанализировали объемы требуемой продукции и вышли на цифру где-то около 200 наименований. Что мы сейчас делаем? Мы взяли три пилотных компании, которые нам предоставляют перечень где-то по 20 видов продукции от каждой компании. Сейчас у нас заканчивается этап формирования. После того, как мы сформировали этот перечень, мы будем активно взаимодействовать с регионами, с компаниями, дабы найти ту продукцию, которая требуется, или те компании, которые готовы будут создать или модернизировать производство, для того, чтобы обеспечить нужды иностранных инвесторов. Иностранные компании со своей стороны заявили свою готовность, что мы готовы закупать российскую продукцию, и в случае, если она будет соответствовать тем критериям, которые предъявляет компания. Я думаю, этот инструмент будет полезен в случае зрения работы кластеров. Если что, мы тогда будем использовать ваши институты для поиска российских поставщиков. — Отлично. Тогда еще, я вас чуть-чуть попытаю, по ГЧП, если сможете пару слов сказать. Я знаю, есть, с одной стороны, с Нижканом банком партнерское отношение и федеральный центр проектного финансирования, из этого был центр ГЧП. — Да, но здесь я прокомментирую, но здесь больше таких общих данных. Мы приняли новый закон, а частное государственное партнерство с этого года стал действовать. мы отслеживаем, как реализуются проекты ЧГП в регионах и что можно сказать, в каких секторах экономики такой механизм востребован. И что интересно, я здесь обнаружил, проекты ЧГП на региональном уровне и проекты ЧГП на муниципальном уровне отличаются по секторам экономики. — Я жутко извиняюсь, я очень прошу прощения, что я так немножко жестко модерирую. С точки зрения, может быть, консультативной поддержки по линии ГЧП, есть ли какой-то формат взаимодействия с регионами? Потому что там были приняты поправки в закон о ГЧП, недавно говорили, сам закон о ГЧП был принят, поправки в закон о конституционных соглашениях. Есть ли какая-то система консультирования регионов, какой-то центр, куда можно обращаться за методическими рекомендациями, материалами? — Да, ну, во-первых, это Министерство экономического развития, которое дает это первое. Второе, есть у нас центр ГЧП, который также оказывает поддержку. Плюс методические рекомендации для регионов по работе с ГЧП, лучше практики. Вот такие инструменты. — Тогда попросим тоже дать руководителям рабочей группы координаты по тем ключевым направлениям, которые у вас реализуются, и тогда вот такое прямое взаимодействие будет установлено, и я думаю, что оно будет очень полезно. — Спасибо большое. То есть два вот таких направления. Привлечение инвестиций, взаимодействие с крупными астроном-инвесторами и вопрос инвест-климата второго направления, третье направление — государственное частное партнерство. — Спасибо большое. Тогда я сейчас хотел бы дать слово представителю нашего ведущего института развития, фунду Сколково. — Василий, вы можете что-то сказать сейчас, если сказать? Я понимаю, что у вас скорее вопрос о коммерциализации, это другой блок, но у нас он будет формально уже после перерыва. Поэтому я хотел бы быть вне таких рамок. — Артем Евгеньевич, для нас эта тема чуть новая, если честно, мы скорее хотели на данном совещании послушать, поучаствовать, тем более, что в повестке вы нас не указывали. Поэтому я могу, может быть, поделиться какими-то просто своими общими наблюдениями, но я не уверен, насколько это сейчас с точки зрения процедуры введения актуально будет. — Тогда мы в дискуссии, если тогда потребуется. — Спасибо. — Не мог не предоставить сейчас слово для вопроса. Тогда давайте пока двигаться немножко дальше по нашим блокам направлений, и потом у нас будут еще подходить разные, так сказать, представители ключевых институтов профильных, мы тоже будем предоставлять слово. Значит, у нас есть второй блок, который связан, значит, с готовкой инвестиций с точки зрения кадрового обеспечения, да, вторая рабочая группа по кадрам. Значит, у нас присутствует Екатерина Владимировна Никул, представляющая Ворске и Сустросе, да, это одно из наших направлений, связанных с совершенствованием системы профессионального образования. Екатерина Владимировна, готова выступить сейчас? У нас отмечен как присутствующая. Так, не подошли. Хорошо. Значит, дальше тогда двигаемся по вопросам, связанным с управлением кластеров. Еще вот у нас мы хотели послушать по в целом взаимодействию с ключевыми институтами развития от агентства рейдических инициатив. У нас коллеги подошли, которые отвечают за блок национальной технологической инициативы. Тоже есть ли? Есть, да? Пожалуйста. Подходите к микрофону, да, пожалуйста. Если нужно. Значит, просто хотели бы, поскольку очень много направлений, да, концептуальных, и кадры, и криво-научно-технологическая кооперация и так далее, вот тогда, зная конкурс объемного региона, вот в блок, связанный с управлением кластеров. Вот просьба. Отбор и ведет день, Артем Евгеньевич, я почти, наверное, расстрою вас теми же словами, как мой коллега из Колкова, что у нас в настоящий момент эта проблематика вот подходит к обсуждению. Вы прекрасно знаете, что наше крупнейшее мероприятие Форсайт Флот через две недели, мы, собственно, там эту тему будем отдельно обсуждать. Сейчас есть, собственно, практически те же вопросы, которые были здесь озвучены, и которые озвучены в тех рабочих материалах, которые разнослены всем участникам. Мы планируем вовлечь в обсуждение, и, собственно, моя задача здесь, это увидеть тех, ну вот, тот актив, который, ну, с которым можно этот диалог построить. Поэтому вот такой комментарий краткий. Давно был объявлен конкурс пилотных регионов, да, ОСИ, вот, в смысле, Национальная техническая инициатива, можно сказать вот про идеологию этого конкурса, что вы планируете делать с регионными победителями, и, может быть, коллеги поймут, как, может быть, совместить ту логику, которая закладывается в стратегии развития кластеров, с логикой вот этого мероприятия. Давайте попробуем. Конкурс сложный и в то же время простой. Мы ищем тот актив, кто заинтересован в новых рынках, в новых бизнес-проектах. Ну, я надеюсь, что многие уже успели погрузиться в наши, ну, общерамочные документы по НТИ. Это все-таки взгляд за горизонт 35-й год. Вот основная задача этого конкурса найти не регионы, даже в первую очередь, а те коллективы, которым интересно в этом поучаствовать. Соответственно, наш отбор проходил с точки зрения соответствия проектов, предложенных в презентациях заявителей, тем рынкам, по которым у нас сейчас формируются дорожные карты. наличие предложений по образовательному вектору и наличие предложений по использованию уже региональной инфраструктуры. Вот наличие сбалансированности в этих заявках, собственно, те критерии, которыми мы руководствуемся. На основании этого мы отбираем, опять же, по сути, ну, тоже творческий коллектив для обсуждения. Соответственно, в какой-то степени моя задача здесь это посмотреть, вот, ничего ли мы не забыли и что, ну, может быть, что-то мы от себя привнесем в работу тех рабочих групп, которые у вас сформированы. Ну, вот, действительно, наиболее, вот, если брать подход, у нас, скорее, рабочая группа по образованию, которая, вот, у нас формируется и, очевидно, в максимальной степени соответствует вопросам МТИ по взаимодействиям программы. Второй блок связан с блоком, если брать инновационной инфраструктуры, тоже некая, с одной стороны, загруженность, с другой стороны, их соответствует потребности вот этих новых быстро развивающихся рынков, на которые, собственно, нацелены МТИ, здесь вот возможность такого взаимоусиления, да, и спецификация набора оборудования и компетенции под приоритетом МТИ, с другой стороны, лучшее понимание потребностей, которые есть на рынке и которые будут развиваться. Поэтому здесь действительно будет хорошая, мне кажется, кооперация. В целом, если брать на управление дорожных карт МТИ с тем, что у нас сейчас реализуется, это большой блок связан с ИТ, потому что, по большому счету, практически, больше половины дорожных карт МТИ и рыночных связан с использованием информационных технологий, как электроники, так и правильного обеспечения, поэтому я бы, во-первых, наши ИТ-кластеры рекомендовал бы устраиваться. Раз. Второе, это наши традиционные кластеры авиационные, авиакосмические, судостроительные, соответственно, автомобилестроительные, понятно, три направления, автонет, значит, маринет и аэромет. И, соответственно, дальше это биотехнологии, значит, очень близки HealthNet и, соответственно, Neuronet, значит, то, что касается нейроинтерфейсов. Поэтому здесь, я опять же думал, может быть, нам выстроить систему, вот это вот как раз совместное, наверное, решение IC и профильных рабочих групп по взаимодействию вот этими профильными кластерами, по направлениям дорожных карт МТИ с точки зрения технологий. Вот здесь, мне кажется, очень точки могут быть близкие пересечения и с точки зрения инициирования, действительно, как вовлечения коллективов логику рабочей группы МТИ, так и, во-вторых, с точки зрения практической реализации проектов, которые инициируются, обеспечения инфраструктурные, обеспечения образовательные и так далее. То есть, вот с двух сторон может быть поток проектов под сформированной дорожной картой и обратно это условия для реализации тех проектов, которые будут поддерживаться. Поэтому, мне кажется, это вот двусторонняя система. Я бы просто предложил, можно назвать, серию встреч между профильными руководителями дорожных карт МТИ и, с одной стороны, и с другой стороны, с руководителями пилотных кластеров по соответствующим направлениям деятельности. Я думаю, это могло быть... Ну, вообще, идеальная площадка действительно форсайт флот, поэтому, наверное, кто еще не из представителей кластеров заинтересованных не заполнил заявку, можно рекомендовать подавать заявки. Конечно, там тоже будут некоторые отборы, но, опять же, у сильных кластеров, наверное, будут преимущества. С другой стороны, значит, мы можем просто в плановом порядке серию таких совещаний просто предусмотреть и провести. Артем Евгеньевич, Вы правы, 100%. Итак, форсайт флот нам позволит сформировать некую первичную повестку оси в отношении вопросов региональной экспансии нашей идеологии. После чего, да, безусловно, серия рабочих встреч, совещаний, чтобы гармонизировать наши подходы. Безусловно. Отлично. Отлично. Спасибо. Тогда это вот у нас проект «Нофис» готовит проект протокольного решения, средства просьбы тоже это отразить, и мы, соответственно, значит, это поколебуем, предложим, значит, уже точно по датам, значит, это спланировать. Значит, дальше вот поступила СМС-ка из Новосибирска, что есть очень хорошее видение, значит, ролика ЧП в кластерах, да. Пожалуйста, коллеги, значит, у вас есть несколько минут, чтобы отразить лошепот. Прямо присаживайтесь микрофон, это очень не слышно, а так все будут вас и видеть, и слышать. Представьте, пожалуйста, только. Меня зовут Лев Решетников, Министерство экономического развития Новосибирской области. Что хотелось услышать от коллеги из департамента. Вышел 224-й закон, в соответствии с которым мы до 1 июля все регионы должны разработать нормативную правую базу под реализацию 224-го закона. И вот как раз сейчас, кроме Москвы, эту базу никто не разработал. У нас уже проект готов, но, тем не менее, у нас есть много вопросов. Как раз рабочая группа по инвестициям могла бы совместно с регионами подготовить вот эти нормативные правые акты. Это порядок рассмотрения, подготовки ГЧП, порядок принятия решений и так далее. То есть там целый блок нормативки. Плюс, чем может то же самое нужно сделать для 115-го закона о концессии. Там тоже нет практически в большинстве регионов нормативки. Чем это полезно может быть для кластеров? Тем, что инфраструктурные проекты кластеров по направлениям, которые есть в 115-м, 10-24-м законе, можно упаковать, структурировать их правильно, подготовить и затем как раз привлечь до них инвестиции либо пойти путем частной инициативы, когда инвесторы там заявляются на регион. То есть вот здесь можно было как раз очень сильно поработать и продвинуться с точки зрения инфраструктурных проектов, потому что ГЧП у нас только один пример в России проекты бизнесового в основном все они инфраструктурные. Вот, собственно, такое предложение. Продвинуться на десертсовом artificial ação . Продвинуться на продвинуться на десертное производство зато, что в России Продолжение следует... 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 У документов, я перечисляю цифры, наверняка вы их все знаете, по линии Министерства экономического развития, это начиная от постановления правительства 16.05, приказа 167, который определяет перечень инфраструктуры, промышленные технопарки, инновационную инфраструктуру и так далее. С точки зрения Министерства промышленной торговли, наверняка вы знаете, что недавно обсуждалось внесение изменений в постановления, где Центром кластерного развития могут тоже выступать в роли управляющих компаний промышленных кластеров и могут претендовать на меры поддержки. Соответственно, это всем известное 779-е постановление. Также, уважаемые коллеги, постановление 11.19, которое стимулирует развитие промышленных технопарков в субъектах Российской Федерации. Если говорить об успешных опытах привлечения на сегодняшний день инвестиций в кластер, то они уже сформированы и на практическом примере я готов показать, как умело используются инструментарии рядом регионов. Давайте возьмем, например, Липецкая область. Замечательный пример, где Центр кластерного развития использует комбинированные инструменты, в частности. Например, перечисляю. Подается заявка на реализацию совместных кластерных проектов в фонд поддержки промышленности. И есть у них такой проект Гембург, который занимается выпуском станин и электроприводов для оборудования станко-промышленной отрасли. Так вот, этот же проект плавно перетекает в совместный кластерный проект. И в рамках 779-го постановления правительства они пытаются возместить затраты. Получается, одно ведомство дает займ на реализацию проекта по отдельным направлениям. И тут же, в целях снижения рисков невозврата займа, они пытаются получить деньги через Министерство промышленности и торговли. И тут же создаются объекты так называемой инновационной инфраструктуры. Вчера была рассмотрена, в том числе, в Министерстве экономического развития заявка региона на создание, или вторую очередь, технопарка. Вот, наверное, первый такой, не первый, а очередной опыт практического привлечения инвестиций. Или возьмите опыт Омского края. Я сейчас заканчиваю. Я просто показываю на примерах, как можно очень грамотно и интересно использовать те инструменты, которые уже государство создало. Или Омская область сейчас абсолютно по тому же пути в рамках своего нефтехимического кластера. Одним словом, я бы хотел вместе с уважаемыми коллегами в рамках рабочей группы рассмотреть некую адаптацию тех инструментов, которые сегодня существуют по различным линиям, для того, чтобы центры классного развития и участники кластера могли их использовать. Ну и в качестве предложения, о котором я говорил, и вы, уважаемый Артем Евгеньевич, об этом сегодня говорили, на сегодняшний день уже прорабатывается вопрос между корпорацией развития МСП, Минпромторгом, Ассоциацией, надеюсь, и вы подключитесь, уверен. Это к отработке механизма, чтобы предприятия МСП могли войти, стать участниками кластера, дорасти до нужных объемов для того, чтобы участвовать в закупках, которые определены федеральным законом. Сейчас такая рабочая группа уже сформирована, начала работу, и это один из перспективных направлений, которые целесообразно рассмотреть. По МСП мы обязательно тоже сегодня проговорим, с корпорацией у нас есть, я думаю, это в блоке по, скорее, комбинации технологий, вот как не приучение, а скорее, как комбинации спроса на закупки. Сейчас я хотел бы предоставить слово Сергею Белякову, который работает советником Российского фонда прямых инвестиций, как раз один из основных потенциальных, мне кажется, источников инвестиций в кластеры. С точки зрения формата, что должны сделать регионы, чтобы прийти к вам в фонд, какие приоритеты есть, и что можно рассчитывать? Вопрос, что должны сделать регионы, чтобы прийти к нам в фонд, очень простой ответ, взять и прийти к нам в фонд. Я коротко скажу, как мы работаем, общая практика работы Российского фонда прямых инвестиций заключается в том, что мы соинвестируем вместе с нашими иностранными партнерами, поэтому, собственно говоря, фонд и называется фонд прямых инвестиций. То есть всегда для проекта, который претендует на поддержку капитала, который в фонде есть, важно понимать, что мы соинвестируем вместе с иностранной компанией. В этом смысле не только мы оцениваем перспективы того или иного проекта, условий в том или ином регионе, но и наши иностранные партнеры. Приведу один пример. Недавно мы рассматривали инвестицию в размере достаточно крупном, несколько миллиардов долларов, одной азиатской компании. И рассматривали возможность реализации проекта в одном из регионов, не буду называть каком. В результате восьмимесячной, кропотливой и не очень содержательной работы наши коллеги, соинвесторы, попросили нас рассмотреть возможность поиска других регионов, чем мы, собственно говоря, и занялись. И очень быстро, в течение 20 дней, был найден другой регион, который получил эти деньги. Вот конкуренция между регионами за иностранных инвесторов сейчас уже находится в стадии не просто каких-то рассуждений о создании условий, климате, каких-то преимуществах конкурентных, связанных с ресурсами, географическим положением. А все это перетекает в вопрос мотивации команды, личного увлечения губернатора и личного отношения к тому или иному проекту. Причем это не всегда такая погоня за крупными проектами, это часто и менее крупные проекты, но которые генерируют достаточно высокие доходы для бюджета, создают рабочие места и позволяют рассчитывать на налоговые поступления, даже несмотря на то, что они чуть поменьше. Вот это просто такая проза жизни. И, конечно, регион, который вот 8 месяцев с нами в очень таком плотном диалоге был, сильно обиделся, расстроился, но, тем не менее, я надеюсь, что уроки они извлекли. Самаре, вот из этого примера, нужно приходить к нам, не боясь, не страшась, что то, чем вы придете, какой-то пайплайн-проект, который у вас есть, может быть не очень состоятельным. Мы тут поможем, окажем информационную поддержку, содержательную поддержку, какие-то консультации, поможем провести, то есть две точки входа вы к нам с вашими проектами, мы посмотрим, что из них нам интересно, что неинтересно, честно вам скажем. И, может быть, у нас есть какие-то потенциальные проекты, которые мы сможем рекомендовать для реализации на территории региона, если это будет соответствовать интересам региона. Никакого удавления с нашей стороны не будет, мы будем рекомендовать. И вот, может быть, что-то получится. Это первая группа проектов. Вторая группа проектов, которые мы только начинаем реализовывать, это проекты, как называемого, инвестиционного лифта, относительно небольшие с точки зрения капитала емкости проекты, но в которые мы можем входить как не со-инвестор, а как инвестор и инвестировать без зарубежных партнеров. В чем специфика этого типа проектов? В том, что мы поддерживаем финансовые проекты, направленные на экспорт продукции, производимые на территории Российской Федерации. Там есть ряд критериев, они все отражены на сайте Фонда прямых инвестиций, их можно найти или я через Артема Евгеньевича сброшу их. Есть требования по выручке компании, которая может претендовать на такую поддержку. Есть требования по тому, что это уже компания, осуществляющая экспорт своей продукции, то есть это не стартап. Но если этим критериям компания соответствует, есть ряд еще критерий с точки зрения прозрачности деятельности, отсутствия у них задолженности, каких-то претензий правоохранительных органов и вступивших в законы в силу решения суда в отношении собственников компании, бенефициаров компании и так далее. В общем, обычные такие требования. Кто такая компания может рассчитывать на привлечение инвестиций? Как я вижу сейчас ситуацию, капитал и у нас есть, который мы можем инвестировать. И у зарубежных наших партнеров, и у фондов, и у стратегических инвесторов есть деньги, и есть интерес к России. Вот важен этот интерес, который сейчас существует во многом в связи с невысокой стоимостью входа на российский рынок, не потерять, не упустить этот момент. А многие регионы, на самом деле, чего, что грехотает большинство, к сожалению, упускает этот момент. Мы все надеялись, надеялись, я думаю, что и Минэкономразвитие тоже надеялось, что какая менталитет руководства регионов, заточенная на то, чтобы выбивать деньги из Минфина, изменится в связи с отсутствием денег просто в бюджете федеральном. Но пока он не очень поменялся. Это раз. Два. Мы по-прежнему надеемся на какие-то крупные мегапроекты, крупные инвестиции государственных компаний или таких национальных чемпионов. У них государственных компаний, вот этого уже нету, и тут иллюзий никаких быть не должно. И последнее, что я хотел бы сказать, поскольку у нас тема инновационного развития и соответствующих проектов, мы очень хотим, чтобы Российский фонд прямых инвестиций финансировал именно такие проекты, приоритетные для российской экономики. И мы их активно ищем, но, к сожалению, у нас не всегда компетенции хватает для того, чтобы найти правильные выходы на правильные компании. Они есть. Часто они сами к нам приходят. Поэтому мы тут заложники активности, ну в хорошем смысле заложники активности, и министерства, и институтов поддержки инновационного развития, таких как РВК, конечно же, и других. И всегда открыты для вас. Еще раз, не надо там бояться, что с чем-то вы придете, и это что-то будет неподготовленным, не соответствует форматам. Мы готовы садиться, работать вместе, отсекать то, что нам неинтересно, или переформатировать то, что может быть интересно, в привлекательный формат. Так что добро пожаловать в фонд. Спасибо. Сергей Ильич, спасибо большое. Вопрос, первое, технически. Есть ли какой-то формат подачи заявки на проекты, может даже на сайте РФП, чтобы было понятно, что запомнил такой формат, он, в общем, понятный для отбора? Нет, такого формата и нету. Есть требования к проекту, с точки зрения информации и того, как она представляется. У нас есть сотрудники, кто отвечает за проект инновационного лифта, кто отвечает за работу с регионами. Это Наталья Борисова, Станислав Кроли здесь присутствует. Можно со мной непосредственно связываться. И все, что связано с подачей не в том формате, не в том объеме, мы просто будем подсказывать, что нам нужно из того, что не додали, и в каком формате информацию нужно предоставить. Разные проекты требуют разной информации. — Может быть, с Вашего разрешения запланировать в удобное время что-то вроде семинара. У нас, я расскажу, формируется рабочая группа из представителей кластеров, которые занимаются просто включением инвестиций. Просто могли бы такого рода совещание у Вас организовать, чтобы, может быть, в деталях рассказать о всех подходах, отраслевой специфике. — Да, можем прямо в фонде это сделать. Договоримся о времени. — Отлично. — Отлично. Спасибо большое. Коллеги, ну, не знаю, может быть, один вопрос, если есть принципиальный лифт. Мы вот откладываем это на отдельное совещание. Я думаю, мы даже делаем ее частично дистанционной, поскольку много регионов в режиме вебинара, попробуем на площадке такую штуку провести. — В принципе, у нас есть практика, когда мы выезжаем в регионы. Это не только связано с операцией наших усилий с Минэком. Ну, просто вот региональная повестка — это один из приоритетов РФП сейчас. Мы можем это совмещать в этих форматах. Можем что-то провести в Москве, можем какие-то выездные семинары сделать. — Мы то, что обсуждали, у нас есть несколько форумов, которые планируются, кластерных. Во-первых, будет ближайший форум в Нижнекамске в мае, в 20-х числах, очень крупный, и Нижнекамск хороший пример промышленного производственного кластера. И второй кластерный форум в начале июля будет в Самаре. Тоже такой профильный, интересный. Плюс многие участники кластера приезжают на инопром, на технопром, на такого рода площадки. — По Татарстану вообще проблем не вижу, просто вижу, как республика работает. Тем более, что там в Казани будет Казань-саммит в середине мая. Так что мы в Нижнекамске можем съездить. То есть можно сразу на нас рассчитывать. И по Самаре то же самое. А форумы, Артем, если будет у Министерства пожелание включить тему в программу какого-либо форума, то мы готовы там посоучаствовать. — Спасибо большое. Должен сказать, что у нас два руководителя нашей рабочей группы. Виталий Александрович Еремеев, руководитель председательства ОСИ в Центральном федеральном округе, и Красави Александр Рахимовна Абзалиева, вице-президент некоммерческого партнерства с Казанской инновационной. Титарный Кластер, вот здесь, коллеги, сидят. Думаю, что просто тоже договоримся и в деталях, и по возможной отдельной встрече, и по, соответственно, работе в рамках форумов. Коллеги, тогда вот еще у нас представители институтов развития. Я тоже хотел бы коротко предоставить слово. Значит, если я правильно понимаю, к нам подошел заместитель директора фонда развития промышленности, Сергей Александрович Парфенов. Коллеги, подошел, вот у меня отмечено, может быть, не совсем правильно, да? Так, не видим. Хорошо. И тогда второе, кого хотел бы... Да, в Дашвиле, да, можете вас попросить вот сесть? Очень, может быть, коротко, потому что, в принципе, мы про фонд развития промышленности, мы знаем отличную репутацию фонда, но вот с точки зрения взаимодействия с субъектами федерации. Значит, что имеется в виду? Значит, первое, с точки зрения, видите ли вы роль регионов в помощи в подготовке потоков проектов для участия в вашем конкурсе, раз. И второе, фонд развития промышленности позиционирует, в том числе, как такое одно окно к получению субсидий Минпромторга, да, по разным направлениям. Вот опять же, здесь, может быть, с точки зрения взаимодействия с регионов, есть ли какое-то видение, как, может быть, нам было бы интересно выстроить формат взаимодействия регионов, кластеров с фондами развития промышленности? Да, добрый день. По поводу взаимодействия с регионами, сейчас все регионы прорабатывают вопрос формирования региональных фондов развития промышленности. Собственно, этот вопрос тоже в фонде очень обсуждается, идет плотное взаимодействие непосредственно с регионами. И с каждым регионом сейчас отрабатывают точечно и по несколько раз все эти вопросы. Поэтому здесь однозначно взаимодействие, да, должно быть, оно уже фактически ведется. Но с точки зрения проектов, собственно, очень много региональных проектов, которые поддерживаются фондом. Хорошо, коллеги, давайте таким образом сделаем. Просто, как показывает практика, в регионах часто бывает разнообразная структура региональной власти, когда один там непосредственно работает, например, с фондом, да, другой, который решает, ну, вообще-то, смежные вопросы, может быть, не в курсе, да, и такая международная разобщенность есть. Поэтому, если вы не возражаете, мы тогда вас попросим просто какие-то материалы нам прислать в электронном виде по тем подходам, которые есть по формированию региональных фондов развития промышленности, да, мы коллегам тогда тоже разошлем, чтобы они понимали, какие инструментарии сейчас у них потенциально есть, может быть, тоже бы с своей стороны содействовали, чтобы эти фонды и наполнялись проектами, и действительно поддержим. Хорошо, я следующим коллегам передам эту информацию. Да, тогда вот тоже вот коллегам, значит, в рабочем порядке обратиться. И я думаю, что, может быть, потом, когда пойдут проекты фондов промышленных, тогда просто тоже на какой-то из конференций сделать презентацию успешных кейсов, которые вот в регионах формируются. Спасибо большое. И вот Иван Огнев, да, представляющий Внешний канал Банк, можно вас попросить тоже пару слов сказать по подходам веба? Вы поняли, что сейчас такое переходное состояние, отчасти, да, Внешний канал Банк, тем не менее, я думаю, что с такого стеклера, как вы, никуда не денемся. Спасибо большое, Артем Евгеньевич. На самом деле, есть разное понимание того, как будет выглядеть бизнес-модель и стратегия. Сейчас эта работа только идет. Но, безусловно, если сохраняется требование федерального закона о том, что Внешний канал Банк участвует в развитии территориальных кластеров, то, соответственно, как и сказал премьер-министр, наш председатель наблюдательного совета на выступление в Госдуме, на отчете правительства, какая-то часть функционала должна при этом сохраниться, и как банк, и как институт развития. Мы для себя видим возможным, но это не официальная позиция, это один из элементов обсуждения сейчас, мы для себя видим возможность участия государственной корпорации и в части непосредственно финансирования каких-то проектов, по примеру того же очень успешного Калужского опыта, и, возможно, других кейсов, чтобы не тратить, я не буду останавливаться, но тот же Нижнекамский кластер может быть таким примером. Мы участвовали в финансировании одного из элементов этого проекта на первой стадии, и представители банка, вот как вторая часть, представители банка используют тот экспертный потенциал, который есть, могут участвовать также и в стратегическом планировании. Здесь с Леной Станиславом у нас есть контакт, есть контакт с региональными властями, мы готовы и для приоритетных территорий, и для макрорегионов такую поддержку тоже оказывать. Исходя из нашей роли института развития, а не просто банка. В части кластерных проектов здесь важный момент, чтобы мы не замыкались на понимании такому узкому, все-таки кластеры, если говорить о международном опыте, это все-таки не просто территориальный производственный комплекс, когда некая цепочка упакована, локализована, но это еще и конкуренция между, может быть, разными элементами. С этой точки зрения хотелось бы тоже, чтобы развитие этой темы получило. И здесь и содержательно, и в виде конкретной поддержки, я думаю, что банк свое место должен найти. Спасибо. Такой вопрос. Вот, опять же, понятно, что состояние переходное, тем не менее, на ваш взгляд, если какая-то, ну, имеет ли смысл регионам уже сейчас обращаться в ваш банк, например, для прохождения какого-то предпроектного цикла, в ваш банк, в центр проектного финансирования, вот для того, чтобы, может быть, не теряя время, уже какие-то стадии начать проходить, по структурированию и так далее. Ну, на самом деле, самые умные так уже и делают. Есть работа, которая была организована еще в прошлом году совместно с представителями деловой России. Здесь Анастасия Олегнович, по-моему, была заявлена, но я ее не вижу. И мы проводили анализ ряда проектов разных территорий по развитию как раз территориальных кластеров, территориальных производственных комплексов по линии новой индустриализации. Действительно, можно сейчас, но не в режиме «дайте денег», а в режиме «давайте поймем лучшую конфигурацию возможного участия разных элементов группы Внешэкономбанка». Здесь действительно и ФЦПФ, и другие элементы структуры, и аналитическая работа, может быть, также оказана поддержка в аналитической части. Так вот, какой наилучший вариант совмещения усилий региона с одной стороны и с другой стороны группы Внешэкономбанка может быть найден. Да, можно обращаться. У меня тогда такая просьба, поскольку Вы, как инсайдер, лучше представляете возможности, которые есть. Вы мне сейчас подведете. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Попросить, может быть, наоборот, Вас все-таки дать предложение, что может быть, какие инструменты, которые сейчас есть в группе Веба, быть полезными для кластеров, для регионов, чтобы в каких форматах обращаться. То есть, вот, потому что, чтобы правильно задать вопрос, надо уже какой-то информацией владеть. Да, вот, может быть, по каким-то форматам, вот, к каким вопросам тоже в ФЦПФ обращаться, к каким форматам, а в какие другие подразделения. Если сейчас нужно ответить, может быть, потом, просто в рабочем порядке, коллегами тогда с Вами связаться. В рабочем порядке готовы дать максимально подробную информацию, но просто, чтобы не уходить от ответа сейчас. Значит, ФЦПФ – это все, что связано с предпроектной подготовкой. И, когда есть уже готовый проект, я так понимаю, что с ними дефицит, то формат инвестиционной заявки в Веб-форма на сайте, там, во всех источниках есть. Если есть вопрос, связанный с формированием, ну, самой программы, перспективы, стратегии развития кластера, ну, вот, как, например, по опыту коллег из Татарстана, да, когда была разработка стратегии, то просто представители внешнего банка были приглашены и мы давали свой вклад содержательный. Ну, то есть, если в этом ключе можно отработаться, тогда, соответственно, можно обратиться непосредственно во внешне эконом-банка, в блок под руководством Андрея Николаевича Клепача. Вот, ну, это вот ценные, на мой взгляд, замечания, привлечь таких ценных консультантов, особенно если это как некий вклад Веба, да, в развитие, как миссии института развития, то это вообще, вот, я думаю, было бы очень полезно. Но, я думаю, это ценный очень такой комментарий, который наши коллеги, вот, и в том числе в группу управления кластера могли бы использовать. Мне кажется, действительно, это интересно. Да, ну, мы готовы в этом плане работать как раз на усиление, на опережение. Нам, с другой стороны, самим интересно, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. То есть, если мы заранее понимаем, какого рода, какого содержания проекта приходит из той или иной территории, мы можем подготовиться, выстроить соответствующую работу, потом, когда проект уже будет непосредственно у нас на пороге стоять. Спасибо большое, Иван Савченко. Я бы еще, вот, что предложил бы регионам. Есть несколько институтов развития, у каждого из них своя специфика. И вот те проекты, которые могут быть предметом рассмотрения в этом проекте, они, я согласен абсолютно, они на нескольких стадиях могут требовать разных форм поддержки. Есть корпорация поддержки малого бизнеса, есть фонд поддержки промышленности, комиссарова, есть российский экспортный центр, соответственно, у него дочка и внучка, которые тоже институт поддержки, помимо РФПИ, про РФПИ сказали. Можно смотреть на возможности привлечения экспертизы, капитала из разных инструментов для реализации проекта в рамках кластера. И тогда вот может быть эффект совершенно иным. Если, допустим, заход РФПИ может оказаться, или для РФПИ проект может оказаться неинтересным без других участников, то когда вот другие участники появляются, и финансовая модель меняется, становится более привлекательной, более устойчивой, более доходной, может быть, этот проект и нам будет интересен. Я вот просил бы регионы так творчески относиться к этой истории. Кстати, вот я сказал, что у нас формализованных требований к проектам нет, к тем, которые не пришли, которые потенциально могут прийти, нет. А к тем вообще, которые мы рассматриваем, там уже есть, уже на сайте, оказывается, есть эта информация. Поэтому пользуйтесь этими лекалами и добро пожаловать к нам. Спасибо. Дальше, продолжая логику представления институтов развития, значит, Фонд инфраструктурных обязательных программ Роснано, Алексей Владимирович Гастомич, предприниматель директора Департамент реализации стратегии развития инфраструктуры, я сразу скажу, что мы изначально планировали, Алексей Владимирович, слышать, скорее, в секции по коммерциации технологий, но высуненной инфраструктурным счетом графика. Алексей Владимирович, пожалуйста, даст Ваше предложение. Спасибо большое, Артем Евгеньевич. Добрый день, коллеги. И, собственно, я хотел сказать, что мы, как Фонд инфраструктурных и образовательных программ, у нас два основных инструмента, это технологические центры, их стартапы и центры трансферотехнологий, мы тоже смотрели со своей точки зрения на различные кластеры, в первую очередь мы для себя определили европейские кластеры, как некоторую модель для развития, и выделили такой треугольник Лёвинах и Нейтховен, это, соответственно, Бельгия, Австрия и Голландия. И изучая различные кластеры, которые находятся в этом треугольнике, почему именно его выделили, там самая большая выработка валу регионального продукта на душу населения. То есть, на наш взгляд, одним из, скажем так, примеров эффективности кластера, это является концентрация на какой-то территории людей с высокой заработной платой, то есть то же самое ВРП на душу населения. И то, что мы увидели, изучая, опять же, различные точки в Европе и в Америке, это то, что есть прямая связь между эффективностью ВРП на душу населения и индексом предпринимательской активности. И поэтому мы для себя, как, ну скажем так, основную логику развития и поддержки, выделили развитие технологического предпринимательства. Переходя к кластерам и к нашему предложению, я вам предложил, поскольку у нас наноцентры расположены в некоторых точках, пересекаются с кластерами, в одном из кластеров поставить такой эксперимент, сделать наш наноцентр управляющей компанией совместной. И, соответственно, вот в рамках трех групп, поскольку у нас в том числе в фоне инфраструктурных образовательных программ есть и вопросы, связанные с кадром и с подготовкой, а плюс мы сейчас ставим некоторые эксперименты именно по подготовке предпринимательских кадров в Красноярске, вот сейчас запускаем программу, то я вам предложил сделать такой эксперимент с несколько другими показателями в этом кластере. И наше предложение, один из вариантов, это ИТМО Политех. Ну, дальше есть еще Дубна, есть еще ряд кластеров, где у нас тоже присутствуют наши нанотехнологические центры. Но вот начать с ИТМО Политеха, и для нас, как я говорю, одним из основных инструментов являются стартапы, соответственно, их и все, что связано с ними, тоже вынести в некоторые показатели эффективности этого кластера. Ну, а конечная цель, конечно, как я уже сказал, это выработка на сотрудника и плотность коммуникации, то есть интегрированность тех стартапов и тех предприятий, которые мы запустим, по производственной цепочке, как российские, так и европейские. Большое, ну вот по поводу именно определения, значит, наноцентров, конечно, специализированных, организации кластеров я тут пока не готов, ничего не обещаю, это все-таки в конечном счете вопрос решает регионы, где-то готовы, где-то, наверное, сложнее. Вот мне просто что очень хотелось в этом плане спросить, вот, на мой взгляд, очень интересный пример наноцентров, как такого коллективного, как пример такого серийного предпринимателя, да, вот что не хватает. Вот у нас традиционно, если говорить по логикам институтских технологий, логику давайте научим ученых быть предпринимателями, а логика серийного предпринимателя, когда есть предприниматели, которые готовят тиражировать проекты, и были те основы для одного, ни двух стартапов, а чуть ли не десятков, да, вот. И наноцентры отчасти такую функцию на себя берут, если я правильно понимаю, вот, формат. Мне было, конечно, очень интересно встраивание наноцентров вот именно в таком качестве в инфраструктуру развития кластеров, вот, как вариант. Ну, сто процентов, собственно, мы в этом и заинтересованы, и, собственно, мы сейчас пытаемся определить со всеми участниками, в том числе и сейчас делаем там большую работу по месту институтов в этой изобретательской цепочке, да, и по месту там промышленников, да, то есть мы сейчас как раз и пытаемся, то есть то, что мы пытаемся, это создать технологию, которая бы позволяла небольшому количеству людей запустить большое количество стартапов. Вот это, мне кажется, было бы очень интересно, если бы вот был бы понятен, как бы, формат входа регионов в эту работу, то есть понятно, что наноцентры так можно напрямую связываться там с университетами или там с какими-то конкретными людьми, но, с другой стороны, эту деятельность можно как-то усилить, расширить, масштабировать в случае, если у него будут вовлечены кластеры. Поэтому, если бы вы смогли бы сформулировать как-то ваше видение по тому, как вовлекать кластеры в эту работу, потому что, мне кажется, тот сам этот подход, он очень интересный и, действительно, может дать очень интересные результаты, положительные и ощутимые. Вот если бы вы с таким форматом предложили, могли бы тоже в рамках рабочей группы это отработать по коммерциализации и потом на все кластеры с этим выйти. Да, хорошо вам предложили. Первая вещь, да, и вторая вещь, то, что мы еще изначально пытались сделать, по-моему, не очень пока получилось, все наноцентры имеют свою определенную специализацию технологическую. Совсем не обязательно, что наноцентры должны заработать с кластерами именно там, где он технологически расположен, потому что, может быть, там несколь clustered различаться у наноцентра и у кластера. А специализация наноцентра, которая расположена в другом регионе, она будет полностью соответствована специализации кластера этого региона. Было бы очень здорово, если бы, может быть, получить какую-то презентацию, просто экспециализацию наноцентров вместе с форматом взаимодействия, Для того, чтобы было понятно, какой конкретно результат может получить кластер, может получить регион в случае такого партнерства с наноцентрами. Это было бы очень интересно, но это скорее в группу коммерциализации, хотя это отчасти в группу управления кластерами, чтобы понимать логику, как наноцентр очень значимых стейкхолдеров для тех регионов, где они территориально находятся. Да, просто почему я смотрю на это все с точки зрения управления, потому что наши стартапы все больше и больше предъявляют требования как к инфраструктуре, то есть к зданиям, которые должны возникать, так и то, что мы сейчас обсуждаем с университетами, это, например, взятие в управление лабораторий. То есть они создают лабораторию, мы ее берем в управление. Поэтому для нас вопрос участия в управлении становится все более и более креугольным в соответственности, естественно, за результат. А сколько в среднем в наноцентре сейчас поддерживаемых именно стартапов? В среднем порядка 60 в каждом наноцентре. То есть суммарно порядка 450 стартапов у нас сейчас запущено. Вот мне кажется, что вот этот потенциал за счет включения плотного наноцентра в орбитовый кластер увеличить объем участников на 60 организаций, да, очень такая сильная перспектива. Ну и вот с этой точки зрения, мне кажется, наноцентр действительно должен стать одним из основных стиххолдеров кластеров, да, вот как инвестирующих действительно в прошедших отбор перспективные стартапы, да, и соответственно те предложения, которые наноцентр могут формулировать профессиональные действительно и по целым показателям развития кластера и по важным блокам программы развития кластера, мне кажется, очень важны. Поэтому у меня действительно есть предложение вот сейчас вот подумать в рамках вот этой работы по подготовке вот этих вот кластеров нового уровня, да, мирового и так далее, вот подумать об максимальной интеграции вот с наноцентрами, как такими очень значимыми, опять же, не просто институтами развития, но динамично развивающимися и вот берущими на себя значительный блок развития инновационной инфраструктуры. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Спасибо. Коллеги, из институтов развития или федеральных министерств, если кто-то еще кто хочет высказаться, потому что сейчас я хочу уже, если вот больше не будет выступления, тогда буду передать сроку уже руководителям рабочей группы. Нет, да? Хорошо, спасибо большое. Тогда давайте мы начнем, может быть, с группы по инфраструктуре, если, конечно, мы ее наиболее проговорили, тогда, соответственно, наверное, Александр Ахимов, да, и потом Виталий Александрович. Да, если, по логике, инвестиции, да, группы по привлечению инвестиций, потому что мы очень много услышали о очень ценных продолжительности развития, может быть, с точки зрения некоторой структуризации и видения таких вот приоритетных шагов по дальнейшему направлению деятельности рабочей группы. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень полезное мероприятие, очень полезное совещание. Я для себя сделала один из таких выводов о том, что наша рабочая группа, она вообще как бы является в какой-то степени даже центральной, потому что вопрос привлечения инвестиций, они завязаны на все другие рабочие группы. Насколько тесно выстроены взаимосвязи. И мы вчера тоже уже вечером обсуждали такую тему о том, что нам необходимо думать еще над совместными обсуждениями в рамках нескольких рабочих групп общих тем. Например, инвестиции коммерциализации, инвестиции образования, инвестиции инновационной инфраструктуры. Я предлагаю тоже вот в план мероприятия обязательно эти мероприятия уточнить и вписать. Что касается нашей рабочей группы, мы предлагаем рассмотреть первоочередные инструменты, но в первую очередь то, что сегодня было озвучено институтами развития, это будет сделано безусловно в первую очередь, я думаю, в ближайшие 3-4 месяца. Ну и кроме того, те новые инструменты, которые предоставляются нам сейчас Российской Федерации, это территория опережающего развития, проблемы развития моногородов, агломерационные эффекты. То есть те темы, которые сейчас поднимаются, которые очень актуальны, конечно, нам нужно будет в повестку дня на ближайшие наши повестки обязательно включить. У всех регионов есть хорошие практики инвестиционной привлекательности в рамках деятельности ОСИ. Я думаю, здесь очень хорошая практика, которую нам нужно обобщить и также применить к кластерному развитию, то, что говорил Артем Алексеевич. Ну и с моей точки зрения, было бы неплохо, конечно, более детально посмотреть, как каждый кластер привлекает различные источники финансирования для реализации своих стратегических программ развития до 2020 года. Мы все взяли обязательства до 2020 года реализовать все КПИ, помимо программ поддержки, которые каждый год мы реализуем, у нас еще есть обязательства до 2020 года выполнить те КПИ, которые есть. И там большой набор инвестиционных, инфраструктурных и прочих проектов, которые мы должны реализовать. Вот, собственно говоря, какие положительные практики у регионов в этом направлении есть у кластеров для того, чтобы их обобщить и уже обменяться опытом? Спасибо. Мы так сделаем. Я, наверное, попробую вот в ближайшие дни, несколько дней с проектным офисом тоже, может, даже к понедельник, или сам поздний, к вторник, разработать формат вот этого плана, да, чтобы помочь руководителям рабочей группы в некомединообразии его сделать. Мы попросим тогда вас вот до конца недели, следующее, значит, взаимодействие с коллегами по рабочей группе, сформировать, по крайней мере, первую версию этого проекта плана с привязкой к этим формам, да, с одной стороны, но и к некой вот этой вот логике по подготовке документов, лучших практик и так далее. Ну, сегодня только было накидано около 20 тем только в нашу рабочую группу, да, это нужно систематизировать, и мы понимаем, что в ближайшие 3-4 месяца все равно все это рассмотреть невозможно. Здесь еще вопрос приоритизации и привязки к тем конференциям и к тем мероприятиям, которые вы озвучили. То есть нужно еще посмотреть, какие темы заявлены на ту или иную конференцию, с тем, чтобы работу рабочих групп привязать еще к этим темам. Да, спасибо большое. Виталий Александрович, что-нибудь добавите? Да, пожалуйста. Да, спасибо. Добрый день, коллеги. Ну, Александр Архимовна все сказал правильно, то есть нам предстоит такая большая и сложная очень работа, при этом не только, наверное, внутри отдельных проектов, связанных внутри кластеров, ну и еще такая кросс-кластерная, формирование кросс-кластерных связей. То есть я тоже думаю, что это важно с точки зрения привлечения инвестиций и развития самих кластеров и формирования цехочных поставок. Хотел бы еще остановиться на одном моменте, который тоже мы будем уделять внимание очень активно, это обратная связь от кластеров, от регионов, связанных с теми или иными инициативами, которые будут реализованы на федеральном уровне. То есть я вот коллег послушал, я вот точно вижу, где мы можем повзаимодействовать с департаментом стратегического планирования, связанным по агломерациям, там есть вопросы, связанные с размещением инфраструктуры в разных муниципальных образованиях, и, соответственно, как будет формироваться налоговая база, там есть вопросы. С департаментом инвестиций я вот пользуюсь случаем, хочу пригласить на наши мероприятия, которые мы делаем в ЦФО, где собираем институты развития, обсуждаем уже насущные проблемы. Ближайший планируем в Липецке провести, поэтому вас приглашаю, приезжайте, поучаствуйте. Там уже есть конкретная тема, которую в том числе и с точки зрения кластеров можно обсуждать по инвестициям. А так, работа большая, коллеги, участники рабочих групп, призываю всех активно подключаться. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, из представителей собственных кластеров, регионов, членов рабочей группы, есть ли какие-то соображения, предложения, комментарии, чтобы мы именно на раннем этапе это не забыли? Пожалуйста, коллеги, если есть, можно прямо подойти, вот свободные два кресла и проговорить. Так, пока нету. Знаете, я тогда еще один комментарий просто сделал. У нас есть еще два инструмента, которые нас ведет отдельный департамент в нашем министерстве, департамент развития финансовых рынков. Это финансовый инструмент связан с проектным финансированием. Он сейчас пока несколько приостановлен, скажем так, до отдельного решения, но в прошлом году он был достаточно активно использовался. И инструмент связан с представлением гарантий, тоже государственных по кредитам. Мы, как только, в общем, некоторую информацию запустим, и как только будет, значит, соответствующее решение принято, значит, чтобы кластеры тоже могли и этот инструмент использовать в своей деятельности. Спасибо. Тогда второе, тогда переходим к другой рабочей группе, по образованию. К сожалению, по образованию практически не было. У нас запланированных стихотеров не подошли с отдельными выступлениями, но с другой стороны, значит, руководитель Иван Олегович Дементьев, декан Московского старства машиностроительного университета МАМИ. МАМИ, наверное, самый у нас сейчас прогрессивный университет с точки зрения динамизма, его корпоративного развития и возможной ежегодной переориентации образовательных программ по порядочности промышленности. И, наверное, университет, который наиболее тесно вовлечен в национально-технологическую инициативу по направлению доплатного образования детей, кружкового движения. Ну, вот такой объективный лидер. Поэтому, Иван Олегович, вам стадо слово. Спасибо, Артем Евгеньевич, на добром слове. Ну, коллеги, на самом деле, вот есть описание группы с точки зрения направления работы. Направлений работы очень много, они широкие, то есть от дополнительного образования детей до высшего образования. В этом плане важнее, как бы, как группа отработает и за тот жизненный цикл, что она будет существовать, насколько она сможет привнести пользу кластерам. В этом плане я прошу, вот, то есть у меня есть там список из пяти представителей кластеров, которые вызвались участвовать в группу. Я, ну, как бы, не уверен, что только у пяти кластеров есть потребности, там, и запросы в области образования. Там, если не проблемы, то они точно знают все лучшие практики, которые можно применять. В этом плане я прошу активизироваться, вот, потому что мы в течение недели будем собирать окончательный состав группы и назначать уже, там, график, регламент нашей работы. Соответственно, чем мы будем заниматься? В первую очередь мы будем организовывать трансфер лучших практик, то есть те, которые развиваются в кластерах и за пределами кластера, которые есть по всем направлениям работы тематической группы. При этом мы будем стараться в этом плане не только пойти по технологии латания дыр, когда есть уже, ну, как бы, совсем горячая проблема, ее нужно решать. Мы в этом плане постараемся отодвинуть горизонт планирования и постараться сформировать какие-то решения, которые позволяют реализовывать долгосрочные стратегии в части подготовки кадров в интересах кластера. В принципе, понимание по тому, что и как делать в этом плане есть. Мне кажется, здесь задача скорее больше информационно и коммуникационно с точки зрения выстраивания просто коммуникации между стейкхолдерами лучших практик и представителями кластеров. Не пройдем мимо проблем, то есть мы будем как бы собирать с кластеров те актуальные задачи в области образования и развития кадров, повышения квалификации, которые есть, и стараться силами группы найти те решения, которые наиболее доступны, ну и оптимальны под задачи кластеров. Соответственно, поставили себе в рамках формата работы задачу по синхронизации с теми площадками на эволюционных формах, которые проходят, чтобы мы могли здесь как бы убивать двух зайцев, потому что все равно мы так или иначе на них присутствуем, чтобы мы могли тематические заседания, может быть, даже с отсмотром этих практик, там, лучших сразу проводить там. Работать будем в очно-заочном режиме, то есть мы будем собираться достаточно часто очно, тех коллег, которые не смогут присутствовать, будем подключать по конференц-связи. Ну и в целом попытаемся собрать запросы на связи с научно-образовательными центрами, потому что в основном, как бы, ну, не в основном, скажем так, часто возникает проблема в том, что компетенция и какие-то научные направления, они распределены неравномерно по территории Российской Федерации, не у всех кластеров к ним есть прямая коммуникация, мы будем тоже вот сформировать какие-то, стараться сформировать какие-то механизмы для того, чтобы вот такую коммуникацию и инициацию и дальнейшую работу с ней поддерживать. Ну, у меня все. Вы знаете, я, так, и тоже вопрос тогда к участникам рабочей группы, если какие-то комментарии, если их пока нет, я тоже несколько соображений выскажу. Первое, что мне кажется, было бы очень правильным, это обеспечить взаимосвязь с программами институтов развития, связанной с этаплатным образованием, но про ОСИ я даже не говорю, понятно, тут вот прямая связь, но кроме ОСИ это еще и, опять же, фонд институтных образовательных программ, да, даже слово есть образовательные программы в названии ФИОПа, да, и там действительно есть достаточно интересные программы, связанные и со школьными, значит, там, вопросами и профессионального образования, мне кажется, было бы очень правильно, значит, уже, значит, интегрироваться и довести до кластеров, значит, те информации всех программ, которые реализуются, может быть, наоборот, уже с выступить с какими-то предложениями для ФИОПа по усовершенствованию этих программ. Соответственно, тоже очень, ну, российская венчурная компания, вот сейчас там коллеги просто находятся на форуме в Мессисе, но на самом деле большую работу проводят, я думаю, что это очень важно, вот стыковка с деятельностью университетов и кластеров ее обеспечить на уровне таких организационных шагов, да, то есть все равно есть много практик, которые достаточно понятно описываются, начиная от участия там предприятий, формирование в базовых кафедрах там с университетами, участие в наблюдательных советах университетов, прохождение практик, формирование блоков по оборудованию, огромный блок в экономизации технологий и так далее, это вот есть. Второй большой блок это дополнительное образование детей, третий большой блок это дуальное образование истории с техниками ворсскиз, вот в принципе, получается, что по каждому направлению мы могли бы попробовать детализировать этот инструментарий, чтобы он в кластер его полностью видел, понимал, как можно участвовать, и дальше вот, проходя по кейсам, да, необходимости вот уже детализации общих подходов, которые есть, эту детализацию тоже как бы обсуждать, использовать и реализовать. Поэтому, ну, я просто приведу пример, который просто мне в глаза запомнились, я просто два назову. Первый пример, это пример, связанный с лицеем, там, в общем, для Пермский край, там, производят двигатели для наших космических, так сказать, кораблей, и вот у них, где проводят там испытания и так далее, вот у них сделано специальную в школе, там, специализированную, которая ориентирует, там, школьников на работу в космосе, там, специальные дополнительные занятия, там, оборудование, там, и так далее, и действительно, потом получаются мотивированные, там, инженеры, мотивированные конструкторы, мотивированные работники и так далее, специалисты. Вот, вот это вот пример. Это в Железногорске тоже есть, там, ЕСС Решетнева, тоже похожая вещь, доплатное образование, там, школьников тоже с этим связано и так далее, очень интересно. И таких вещей, на самом деле, много. Про университеты, значит, ну, вот, например, МАМИ, наверное, тоже может быть рассказан, как подстраивание, там, и я, на самом деле, вот, случайно достаточно узнал, как, ну, на конференции, да, так вот он широко, может быть, не освещался, а тоже, на самом деле, интересная вещь, и здесь возможности влияния региона на университет, я думаю, она есть, пусть даже она формально, наверное, с университетами федерального починения, тем не менее, сейчас идет процесс создания региональных опорных университетов по имени Миноборонауки, и можно, вот это вот, поскольку там большая роль регионов, то, соответственно, вот, тавтология, опираясь на опорные университеты, тоже можно значительную часть, значит, вопросов решить в регионе в этой части, да, вот, опять же, если есть, бывает, там, не очень иногда удачные у коллег из Миноборонауки вопросы, там, по сужению сети университетов, закрытию филиалов и так далее, мы тоже можем в рамках, конечно, рабочей группы поднимать этот вопрос, помогать выходить на, там, соответствующих сотрудников, руководителям Миноборонауки, помогать решать эти вопросы, административное сопровождение каких-то решений. Есть очень интересные опыт по формированию, мне кажется, очень полезный, практически полезный для кластеров по контрольным цифрам приема. Значит, у нас есть такая опция, как учет мнения регионов по контрольным цифрам приема и распределению по специальностям. Вот, был пример на федеральном уровне, когда Минсвязи за два года на 70% увеличили контрольные цифры приема бесплатного набора вуза по специальности в сфере IT. Было принято такое решение, они, коллега, убедили. У регионов тоже есть возможность влиять на набор контрольных цифров приема по Миноборонауке, и мы готовы вот через рабочую группу, если есть какие-то с этим проблемы, помочь правильно понять, как этот механизм работает. Дальше вопрос, связанный с, там есть два новых направления Минобора, вот в этом году, значит, система модернизации дополнительного образования детей, как раз, нам выделяется на конкурс основы гранты субъектной федерации на эту работу. Вот тут мы могли бы тоже как-то помочь встроить потребности кластеров с вот этой финансовой части обеспеченной работы и поддерживать системы дополнительного образования университета. Отдельное направление тоже еще одна программа Минобора, уже связанная с поддержкой студенческих объединений. Да, если говорить про вот эту инновационную активность там студентов, то тоже может быть интересное направление. Каждый год эти конкурсы проводятся, уделяются на страну более миллиарда рублей, очень приличные деньги. Тоже при грамотной работе кластеров с университетом можно обеспечить, точнее, такую инновационную активность студентов, направленную на новые технологии, направленную работу со школьниками, опять же, их мотивирует там через летние лагеря или какие-то там кружки секций, опять же, интересных кластеров. Мне кажется, очень важно, вот весь этот спектр инструментов нам, значит, сформализовать и выстроить систему коммуникации и прямой, чтобы не пропускали обращения Минобора по этим инструментам и обратно, если надо, корректируя соответствующие механизмы. Там наше министерство влечено во все конкурсные комиссии, согласуют все эти документы, мы всегда готовы и в рабочем порядке какие-то рекомендации Минобора, значит, сформулировать и обеспечить. Поэтому очень большое и интересное направление, и я бы, ну, мы сделаем по итогам нашего совещания рассылку в регионы, значит, попросим, чтобы регионы включили обязательно представителей кластеров в это направление. Так, у нас, хотите выступить, да, по поводу предложения, пожалуйста. Представьте, пожалуйста, просто не все. Толщин Сергей, кластер-ракетное ловительство строения, технополис Новый Звездный Пермь. Мне кажется, есть еще один инструмент, который сейчас пока не обозначили, но его необходимо использовать. Это взаимодействие с госкорпорациями, такие как Роскосмос, Судыка и остальные. Потому что сейчас у всех госкорпораций существуют корпоративные университеты, у всех госкорпораций выстраиваются линейка школы-техникум-вуз. Я думаю, что здесь как раз использовать этот топот тоже необходимо. Да, это очень, мне кажется, интересная вещь. Не более, что пиры там сейчас как раз актуализируются, и мы могли бы, ну, вот этот вопрос как-то отдельно посмотреть и по любому случаю с госкомпаниями вступить в коммуникацию. Мне, может быть, Вадим Михайлович, к вам вопрос по Скулково. Вот открытый университет Скулково, да, вот, мне кажется, очень интересный пример программ доп. образования. Мне просто запомнилось, в прошлом году была программа по кадровому резерву для ФОНО, сделана, да, для менеджеров, руководителей академических институтов. Вот, может быть, мы, если у кластеров будет инициатива, соответственно, сделать какую-то образовательную программу для руководителей специалистов специализированных организаций кластеров или для руководителей специалистов объектов инновационной инфраструктуры, региональных институтов развития, вот, насколько это, на ваш взгляд, было бы возможно? Мне кажется, что здесь, по крайней мере, в части инструмента открытого университета Скулково, это инструмент ориентированный в первую очередь на предпринимательское сообщество, на молодых предпринимателей и формирование у них именно такого рода навыков. Из примеров, буквально две недели назад они проводили школу на Дальнем Востоке в рамках нашего фериала Дальневосточного в городе Владивосток, и там же мы проводили патентную школу, посвященную вопросам защиты интеллектуальной собственности. Открытый университет Скулково, ОТУС, он может выступать оператором такого рода программ, у них есть компетенции собирать программы с партнерами под заказ, что называется, под тематику. В этом смысле да, почему нет, они такие задачи умеют уже сейчас достаточно неплохо решать. Я бы как аудиторию определил именно вот предпринимательства, молодых технологических предпринимателей, основную, с которыми они хорошо работают. Но и здесь они это точно готовы делать, наверное, в логике оказания услуг. Ну, размезоносной круг, говоря. Ну, да, в силу просто мандата нашего, там, и ограничений, которые вы знаете. Ну, тут вот хочется понять, да, может быть, можно подвести под мандат, если это возможно. Я понимаю, там есть ограничения, связанные с финансированием и так далее, ОТУСа. Просто если такая практика гипотетически возможна с этого начать, было бы вообще идеально, может быть, каким-то образом. Давайте проработаем. Да. Когда у меня просьба к Ивану Олеговичу тогда отдельно с руководством ОТУСа связаться, да, вот, может быть, по возможным точкам пересечения, где есть совпадение мандатов от кластеров и мандата ОТУСа, да, это как вот с чего можно начинать, а дальше, может быть, расширяя вот эти направления, собрав заявки от кластеров по тем образовательным программам, которые интересны, вот сейчас действительно с полнодежным предпринимательством можно было бы это инициировать. Вот, и, может быть, здесь как раз, может быть, какая-то была бы, может быть, и совместная программа, там, смотря того же ФИОПа, например, да, и каких-то региональных институтов развития, там, по линии поддержки малого, там, инновационного предпринимательства, там тоже были субсидии из бюджета министерства, да, где можно было бы сформулировать какую-нибудь блестящую программу, максимально полезную, с максимально высокого уровня. И, мне кажется, еще важная штука, попробуйте подумать по дистанционному образованию, да, потому что очное образование, оно, конечно, максимально интересно и понятно, но, в другой стороны, говорить про масштабирование для предпринимательства, конечно, хотелось бы сделать что-то такое, вот, некий минимальный набор, ну, при этом достаточно качественный, который был бы, позволил вот это вот базовые какие-то вещи по максимально широкому кругу интересантов, значит, их сделать допуск. Я помню, были инициативы, даже в Сколково, по формированию институтов развития, но иногда им просто не хватает некой воли к победе, и работа обрывается где-то наполовине. А вот, мне кажется, что в рамках вот объединенного ресурса кластеров, особенно если мы с привлечением институтов развития, могли бы какие-то вот такие приоритетные вещи реализовать. И вот это вот как раз вот второй компоненте задачи рабочей группы – формирование общих проектов, да, вот, мне кажется, было бы очень полезно, может быть, подумать о наборе дистанционных программ обучивания в интересах кластеров, и вот, опять же, две группы – инновационные предприниматели, и вторая группа – это руководители вот этих вот специализированных организаций. И вот в Сочном тогда стажировка в Ауте. – Да, спасибо за предложение. Мы как раз обсуждали возможность проведения летней школы, специализированной для команд в кластерах, которые занимаются вопросами связи с образованием и развитием кадров. Вот, мы уже предварительно связались с открытой технологической академией, да, которые там, профильные курсы такие создаются с открытым университетом, с колоком мы тоже на связи. Я думаю, мы их пригласим в состав рабочей группы, будем работать. Спасибо. – Спасибо большое. И тогда, наверное, на числе по образованию мы все основные вопросы проговорили, тогда переходим к третьему направлению – управление кластерами, наверное, наиболее такое сложное, да, для такого раскладывания по полочкам направление. Симон Алексеевич, вы тогда, наверное, начнете. Пожалуйста. – Спасибо, Артем Евгеньевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, в связи с местопереходом у меня, в принципе, идеологии и подходы не изменились, я сейчас озвучу, что да, мне видится четыре последовательных этапа устраивания работы данной группы. Первое – это, естественно, работа с теми ключевыми направлениями работы, которые обозначены в раздачных материалах, которые обозначены по данной группе. Это и стратегия развития кластеров, планирование организаций, действия спецорганизаций, участие в новых инструментах. Данное ключевое направление, я думаю, что было целесообразно погрузить в метод рекомендации деятелей работы спецорганизаций, которые датимы 2013-2014 годами, естественно, они требуют актуализации с учетом практики применения классового подхода на территориях. И с учетом реализации поставленных задач, с учетом данных ключевых направлений, видится второй, следующий этап – это увязка работы данной рабочей группы с приоритетными проектами Минэкономразвития России. Двумя проектами. Первый – это по формированию команд мирового уровня в рамках кластеров, которые непосредственно связаны с спецификой данной рабочей группы, которые в свою очередь будут участвовать во втором проекте – это выращивание нас чемпионов, потенциальных участников рейтинга тех успехов. Третий последовательный этап, на мой взгляд, это переход от спецорганизации как неких, как выражается Минфин, инновационных сообществ, неких таких координаторов коммуникационных мероприятий и информационных потоков, к созданию полноценных управляющих компаний, которые будут создавать возможность участия широкого спектра участников кластеров, малых и средних предприятий, в участии в существенных финансовых инструментах. Это и проектное финансирование, это и гарантия Российской Федерации, и участие в крупных инвестпроектах за счет консолидации определенного имущества, залога у фонда, необходимого в доверительном управлении данной управляющей организацией в идеологии формирования комплексных инвестпроектов. Это та идеология, которая предлагается Минфином России. И впоследствии заключительный этап, на мой взгляд, это, естественно, комплексное развитие территорий и агломерации. Поэтому я очень рад, что Елена Станиславовна принимает участие в данной работе, потому что чуть-чуть далекося на оригинальную специфику. У нас явно выраженная архангельская агломерация с вовлечением четырех крупных муниципальных образований, включая областной центр. Поэтому это как раз тот формат, который мы... И в каждом из муниципальных образований есть такое ярко выделенное кластерное пятно, которое, объединившись, объединив эти кластеры, мы, я думаю, получим нечто похожее, а может быть, даже что-то лучшее, чем камская агломерация. Есть хороший у нас пример и на кам, развитие камской агломерации, когда кластеры перешли в уже комплексное развитие территории за счет формирования дополнительных кластеров. В обосновании вот двух этих последних целей прям в течение там одной полутора минут хотел немного отвлечься и просуждать о тех в обосновании. Хотел порассуждать о государственных задачах с точки зрения реализации классной политики, зачем это все происходит, с моей точки зрения. То есть это в первую очередь конечная точка формирования производства, производственных цепочек. Это развитие территории и качество жизни людей, которые на этих территориях проживают. Это создание рабочих мест, повышение оплаты труда, развитие социальной инфраструктуры. И с чем мы сталкиваемся реально на земле, я думаю, у многих, если не у всех регионов, есть такая проблема. То, что на текущий момент текущая конъюнктура крупных интересных федеральных инструментов, которые дают реальную куреноспособность, они доступны для крупных предприятий. Крупные предприятия, как правило, это ни для кого не секрет, бенефициарами являются столичные и зарубежные стейкхолдеры, либо это консолидированные группы налогоплательщиков, которые не всегда заинтересованы в развитии конкретных территорий и наполнении местных региональных бюджетов, за счет чего и происходит развитие территории. Поэтому идея заключается в том, чтобы этот пояс малосредним предпринимательства, который осуществляет налогоплательщик, основную доходную часть бюджетов оставалась в регионе для того, чтобы у конкретных муниципальных образований была возможность реально развивать территории и формировать цепочки, формировать новые рабочие места, повышать уровень жизни за счет, в том числе, повышения оплаты труда. Вот такие четыре основных этапа мне видятся. Я думаю, что... Да, сейчас Павел Борисович, потом Дмитрий Васильевич. Единственное, я позволю себе короткую реплику. То, что касается перехода от управления коммуникациями к такому более жесткому проектному управлению, я бы не говорил, что переход – это нау к другому. Все-таки два разных функций, которые должны, мне кажется, быть реализованы. Потому что и коммуникационная составляющая, она важна. И то, что Минфин пытается утурировать, что она является единственной, это неправда. Но и от нее отказываться, мне кажется, тоже было бы неправильно. Не то, что переход, а некое расширение и усиление функций и компетенций спецорганизаций, которые станут управляющими организациями в том плане, в котором управляющая организация, ну, толкование имеет. Опять же, только вот здесь, вот, все-таки, это не холдинг, да, где есть управляющие коммуникации? Это доверительное управление залоговым имуществом для реализации крупных комплексов инвестиционных проектов. Ну, вот там, где они есть, и там, где это именно вопрос. Кто хочет этим заниматься, если это, естественно, уже хозяйственное отношение. Спасибо большое, Павел Борисович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Несколько тезисов. Ну, вот эта дискуссия, на мой взгляд, она показывает, я тут поспорю с Лисан, какая группа центральная. Мне кажется, что наша группа центральная, центральная. Поскольку, если нет управления, нет инвестиций. Да, благодарю регионы, которые высказали заинтересованность в участии в нашей рабочей группе, она получилась самая многочисленная. Однако, всего 16 представителей у нас из регионов входят. Однако, конечно, хотелось бы, чтобы все регионы, по возможности, вошли в нашу рабочую группу. До сих пор мы получаем предложение. Надеемся, что, если не сейчас, то, по крайней мере, по мере развития нашей работы, мы замотивируем регионы в нашу группу вступить. Потому что для нас действительно важно провести такой углубленный анализ, наработанный за уже 4 года практики, действительно выявить проблемы, барьеры и возможности для развития систем управления кластеров, так, чтобы в целом по всем направлениям кластерные организации, кластерные команды работали более эффективно. Направления работы нашей рабочей группы, они представлены действительно в раздатке. Более того, мы провели предварительный опрос представителей кластеров и учли их соображение предложения при формировании повестки. И мы надеемся, что, это по крайней мере предварительный взгляд, мы надеемся, что в дальнейшем мы сформируем такой более сбалансированный, углубленный взгляд уже по факту работы, по мере тех актуальных задач, которые будут появляться. Но тем не менее, вот как сейчас видятся действительно ключевые направления развития систем управления кластерами, я бы выделил два блока. Вот так, как показывает практика, у нас есть, во-первых, общеуправленческие задачи, которые необходимо решать, а во-вторых, задачи по ключевым направлениям деятельности, прежде всего, кластерных организаций, управляющих компаний, которые во всех кластерах сформированы. Если говорить про общеуправленческие задачи, я, может, в чем-то повторю, в чем-то дополню. Да, это совершенствование стратегического планирования в кластерах, действительно, нам необходимо выходить на более сбалансированные проработанные документы стратегического планирования, с одной стороны, более реалистичные, с другой стороны, комплексные, предусматривающие учет и приоритет институтов развития федеральных органов, исполнительные власти. Здесь более такое тесное встраивание в инструменты государственных программ Российской Федерации. Такой опыт у нас есть, скажем, в Самарской области, можно отметить. Еще одно важное направление – это развитие, я бы сказал так, формирование эффективной команды управления кластерами, поддержка регионов и управляющих компаний кластеров в наращивании компетенций, в привлечении высоко квалифицированных специалистов, ярких лидеров, которые могли бы вывести систему управления на новый уровень, а это, в общем, ключевой, так сказать, ресурс человеческий в этом плане. Третье направление – развитие системы мониторинга. Как показала практика, действительно, здесь есть определенные проблемы, даже в той части формального мониторинга, который ведется регулярно в части результативности предоставления субсидий. Четвертое направление – это повышение открытости деятельности кластеров и вовлечения в работу кластеров как новых участников, но не менее важно, на мой взгляд, привлекать, как это называют некоторые эксперты спящих участников, тех, которые формально заявлены, но реально на регулярной основе в мероприятиях не участвуют, может быть, эпизодически где-то, от случая к случаю, но, тем не менее, это тоже важный ресурс, и мировая практика об этом и говорит, и нам надо, я думаю, тоже этим заниматься, особенно в тех кластерах, где число организаций переваливает за сотню, у нас есть кластеры, где около 150 участников. Еще одно направление – это выстраивание оптимальных портфелей услуг специализированных организаций, вот Артем Евгеньевич об этом говорил, мне тоже кажется, что это очень важно, увеличивать, постепенно увеличивать долю, ну, скажем так, коммерческой оплачиваемой деятельности специализированных организаций, формирование портфелей услуг, привлекательных для участников, так, чтобы вплоть до готовности платить за эти услуги. Второй блок, очень коротко, это по тем направлениям деятельности управляющих компаний, которые, в сути, отмечены приоритетами, в том числе и в постановлении правительства. Развитие механизмов кластерной кооперации, как показывает анализ, действительно кластерная кооперация развивается неравномерно, где-то она более, скажем, выраженная, отмечу Татарстан в этом плане, с точки зрения объема взаимодействия участников друг с другом, где-то в гораздо меньшей степени, бывают разные модели, хорошо это или плохо, трудно сказать, от случая к случаю, но в любом случае по горизонтальным направлениям такое взаимодействие должно быть налажено. Повышение эффективности работы инновационной инфраструктуры, еще одно направление, очень большой объем средств в прошлые периоды был проинвестирован в развитие инженеринговых центров, других объектов инфраструктуры, опять же, как показывает мониторинг, здесь требуется следующий шаг в развитии, действительно сформированы пакеты оборудования, сформированы команды, необходимо еще раз осмыслить текущее положение и наметить дальнейшее развитие. В том числе, кстати, с точки зрения формирования потока проектов, действительно, нам необходимо формировать качественные проекты, которые удовлетворяют требованиям тех институтов развития, в том числе, которые здесь выступали и присутствуют, и в этом плане, в том числе, межкластерных, кстати, проектов. Еще одна задача, мне кажется, очень важна, это продвижение брендов-кластеров, продвижение, например, в международных рейтингах развития территорий. Это очень важно для инвесторов, на это в первую очередь смотрят. Такая вот первоочередная задача, кстати, путем целенаправленных усилий, не затратная, это можно действительно эффективно развивать. Если говорить о ближайших планах, то в самое ближайшее время, одно из таких ключевых направлений с привлечением экспертов в рабочие группы, мы организуем экспертизу программы инновационного развития компаний с госучастием, которые разработаны по поручению председателя правительства Российской Федерации. Это порядка 60 крупнейших компаний, таких как УАК, Ростехнологии, Газпром, в общем, эти компании присутствуют во всех кластерах, являются ключевыми стейкхолдерами, партнерами, и вот в рамках методических рекомендаций по разработке этих программ предусмотрен отдельный блок по реализации инновационного потенциала регионов в взаимодействии с кластерами, и мы создаем отдельную рабочую группу, которая будет анализировать именно в этой части программы инновационного развития. Предложение от регионов мы уже получили, уже довольно большой такой весистый состав сформирован, более 20 человек, но надеемся, что и представители рабочей группы заинтересованы, примут в этом участие, как я уже сказал, компания есть во всех регионах, это действительно такая важная работа, хорошее окно возможностей для того, чтобы сейчас заложить внутри компании основы для развития взаимодействия по целому ряду важных направлений. Задачей группы будет формирование предельно конкретных рекомендаций, хотелось бы опять же привлекать представителей всех кластеров, чтобы мы выделяли конкретные объекты инновационной инфраструктуры, с которыми мы хотим наладить взаимодействие компаний, конкретные малые и средние предприятия, конкретные вузы и рассчитываем в этом плане на вашу поддержку, чтобы не в целом обозначать направление доработки этих программ, а прямо вот конкретно формировать рекомендации непосредственно реализуемой компаниями. на следующей неделе после утверждения состава рабочих групп подписания соглашения о конфиденциальности мы проведем установочный вебинар и приступим к этой работе. До конца апреля мы разошлем проект плана работы нашей группы для согласования утверждения нашими коллегами. Постараемся организовать нашу работу максимально эффективно, без необходимости не собирая коллег из регионов отдельно на мероприятиях рабочей группы, действительно будем встраиваться в работу текущих инновационных форумов, в промежутках будем стараться работать в режиме обмена материалами вебинаров, возможно сделаем окно на портале российской кластерной обсерватории. Что касается результатов нашей работы, то мне видится несколько. В первую очередь, я думаю, что нам надо с вами, опираясь на зарубежную практику, формировать рекомендации и определенные стандарты управления для реализации в кластерах в управляющих компаниях. Первая попытка такого стандарта была сделана, как вы знаете, в прошедшие 2-3 года, ну скорее 2 года. Определенные успехи там были достигнуты, по сути дела использовали европейский стандарт кластер эксленс, так называемый, но вот здесь можно будет более подробно подойти, да, но этот опыт, он не очень удался, потому что была попытка, скажем, охватить одним стандартом все аспекты деятельности организации специализированных, восстановить некую единую метрику. Но то, что касается, как показал опять же опыт, здесь нам целесообразно все-таки подходить к отдельным ключевым вопросам отдельно. И второе направление, это продвижение форматов взаимодействия с ключевыми ведомствами и институтами развития, об этом здесь тоже говорилось, это и вставив в госпрограммы, в программы институтов развития. Также мы эту деятельность, я думаю, будем поддерживать на площадке Ассоциаций инновационных регионов России и на мероприятиях Ассоциаций также будем обсуждать соответствующие вопросы. Спасибо. Большой еще комментарий Дмитрий Васильевич Санатов. Скажите какие-то соображения? Да, Артем Евгеньевич, мы как проектный офис в этом смысле будем следовать за руководителями групп, хотя, наверное, будем предлагать отдельные вопросы на повестку рассмотрения, поскольку, во-первых, мы делали мониторинг работы кластеров в прошлый период, так скажем, за 2014-2015 год, и плюс разбираемся в каких-то вопросах, стараемся анализировать, разбираться в этом смысле, будем поддерживать руководителей групп всяческими аналитическими материалами, ну и, естественно, организационной поддержкой. Я специально тематически высказываться по группе не буду, поскольку, ну, это будет определяться тем, собственно, как мы будем, как мы договоримся с руководителями с вами. Спасибо. Хорошо. И у нас есть еще время, так мы, что мне руководители, уже сказали, да. Значит, пожалуйста, Владислав Ильич, скажите пару слов. Спасибо, Артем Евгеньевич, Трофим Кусаков Олегович, ректор по инновационному развитию предпринимательства. Ну, я бы несколько слов добавил из того, что я не услышал. У нас более-менее внятная есть стратегия работы с госкомпаниями крупными, с перами. Есть понимание, что делать с инновационной инфраструктурой малых предприятий. А я бы еще добавил блок, связанный с средними компаниями, вот так называемыми техногазелями, и, может быть, совместную работу всех рабочих групп вот по этому направлению каким-то образом отстроил, как с точки зрения управления, так и с точки зрения образования. Потому что вот этот, ну, как бы средний бизнес в чистом виде вот куда-то выпадает. А если уже говорить про образование, я бы, я не увидел вещей, связанных с профстандартами, с связью профстандартов и образовательных программ. И здесь вот вопрос, то ли мы будем концентрироваться, как бы, на всех профессиональных там навыках и компетенциях участников кластера, то ли мы, собственно говоря, будем концентрироваться на компетенциях, связанных с управляющей компанией кластера, с специализированными курсами, собственно говоря, по кластеризации и подготовкой, может быть, к участию там кластеров в различных конкурсах, программах поддержки и так далее. Мне видится более перспективным второе направление. Я бы не стал подменять, ну, скажем так, деятельность управляющих компаний кластеров, вот деятельность институтов развития. То есть, ну, как бы, они связаны между собой, но мне кажется, здесь границы надо более четко выстроить. Ну, а в остальном я, в общем-то, поддерживаю и считаю, что работа нужная, важная, ценная, полезная и вполне она перспективна. Спасибо. Спасибо. Большой, коллеги, есть ли кто-то, кто готов выступить? Пожалуйста, да. Присаживайтесь к микрофону, пожалуйста, иначе. Да. Если можно, сразу откомментирую. Действительно, до 15-го числа собирались предложения. Эти предложения сейчас, в том числе, которые вот кандидатов вы направили, они включены. Вот. И дело в том, что кластеры еще и направляли после окончания этого срока контрольного. И, наверное, мы, Артем Евгеньевич, если вот можно, еще продлим на неделю. До конца апреля. До конца апреля сбор и по корректировке, потому что у нас сложилась ситуация, что часть кластеров заявились в одну, потом решили переформатировать до одного своего представителя, направить другую группу. Поэтому здесь, как говорится, в открытом режиме мы этот вопрос еще закрываем. будет после обеда. Это как раз следующая группа, она после перерыва будет. Прошу, коллеги. Да, пожалуйста, Павел Гудков. Павел Гудков, фонд Бортника. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, наверное, большинство из вас хорошо знает наши программы и так далее. Я лишь еще раз могу сказать, что мы приветствуем заявки, которые идут от стартапов и кластеров. У нас даже в информационной системе есть отдельное поле, где можно выразить свое отношение компании, что она относится к тому или иному кластеру. И там, коротко, так вот, попросить активизировать, где можно работать со стартапами, потому что для нас это важное направление, программа старт, где мы по полтысячи стартапов в год новых запускаем. Мы видим, что, в принципе, из кластеров часто приходят достаточно интересные проекты, но не из всех. Поэтому, пользуясь случаем, хотелось бы попросить информационную работу с молодыми инноваторами, с компанией, со стартапами в ваших кластерах усилить. А так всегда рад сотрудничеству вопросов. Спасибо. ...инновационную инфраструктуру и коммерциализацию, или это вот зачин... Это... Нет, я жду на Барлаупе, убегу потом. Все, спасибо. Так, коллеги, если нет больше комментариев, значит, давайте тогда договоримся по формату работы, потому что многие коллеги уйдут, не останутся на вторую половину. Значит, тогда фиксируем, что мы первое до 30 апреля ждем доработанное предложение от кластеров по составу рабочей группы, раз, это мы рассылку сделаем, просто еще раз обращаем внимание. Второе. Значит, мы просим... Значит, мы постараемся сделать там в начале следующей недели, буквально в понедельник, максимум вторник, формат плана деятельности рабочих групп, разошлем руководителям и будем просить в этом формате, значит, подготовить вот первую версию этого плана по мероприятиям, по, значит, ключевым задачам, срокам и, может быть, уже определиться с заседаниями рабочих групп, чтобы, опять же, в первую очередь ориентируясь на эти площадки, соответственно, люди готовились, члены рабочих групп, туда приехать на заседание своей рабочей группы. И, соответственно, предложение по этим, опять же, для взаимодействия с регионами, чтобы предусмотреть в программу форума соответствующие мероприятия по рабочим группам, чтобы это дело не забыть. Вот. Это ключевая вещь. Коллеги, огромное спасибо. Большая работа проделана. Спасибо руководителям рабочих групп, кто сделан на себе большую ответственность. Большое спасибо, кто провел из департаментов министерства, из институтов развития и всем участникам кластера. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо.